МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может, позавтракаешь, а, бочка? Наголодный ты желудок, такой день начинается. Балангу свою возьмешь себе, начальник. А мои завтраки только начинаются. Ну, у меня все понятно, Николай Иванович. Василий. Василий. Да погоди. Зря ты так. Ну, ты же понимаешь, времена сейчас не те. Да пошел ты, Коля, со своими временами. Так. Костюмчик. Ты что, художник, клоуном работал? Прямо с цирка взяли? Ага, когда по проволоке ходил. Сурок. Кожаные? А? Прям по моде. И что, в эти шкарах и по проволоке? Ты заточку попроще сделай. Меня в кабаке брали. Гостиница России, слыхал? Вот в этом и в кабаке. Что ты гонишь? И Россию-то давно снесли, слыхал? Бакуан, ты когда заехал? Ну, весной. И я весной, только Россия еще стояла. И ходили по ней, в чем ходили. Так это ж когда было? Лет 10 назад, что ли? Вот ты по два раза сложи, и как раз мой срок и выйдет. Табельное оружие. Таган-кан-кан. Ого! Что не так? Да нет, все такое, Сергей Павлович. Просто посмотрел, когда выдано. Давно выдано. 20 лет как. Не жалко отдавать? А не жалко забирать? Ключи. Газета. Советская культура. Тетки есть? Есть, тебе не понравится. Держи. И сигареты. Возьми на память. Да память-то по тебе есть. Партак узнаешь? По-моему, гениально. Все, Василий Павлович. Распишитесь. Запас-то. Чего? По ошибке. Далеко не убирай. Скоро вернусь. Ну, прощай, Бочка. Гости не зову. Для тебя теперь получше места есть. Да может, и есть. Только уже помнится с трудом. Субтитры сделал DimaTorzok. О, а компьютер-то я гляжу, у вас нет. Правильно глядишь, нет. Ну так того самого заказать надо в хозчасти. Вот ты и закажи. Закажу, закажу. И занавесочки пропылесосить бы не мешало, а то вон пылищ. Ну вот самопылесось, я за них не заглядывал, у меня времени не было. Да не, Василий Павлович, у меня просто аллергия на пыль. А поноса нет, то у меня вот там таблеточки завалялись, может примешь вместе с должностью. А вот этого не надо, не надо того самого. Не, ирония, оно понятно, обида, оно и все дела. Обидно, когда дурака на умного меняют, а в нашей ситуации чего же обижаться. О, правду сказал. Есть тот грех. За него и пострадал. Да ладно. Не один старался-то, нашлись помощники. А вот намеков, Василий Павлович, не надо. Да какие уж тут намеки нахрен. Подсидеть-то ума много не надо. Это сидеть ума не надо. Сиди, не дергайся. И получай удовольствие от места, на котором сидишь. А ты знаешь, что от этого места удовольствие-то получай? Правду сказал. Знаешь. Ну, у вас все, подполковник? На данный момент пока все. Состороничка. И не забудьте завтра дела ждать. Майор, подполковник Бруньков слушает. Слышишь, мужик, не подскажешь, какой сегодня курс доллара? А мне на кой? Я что, обменный пункт? А, ну да, не похож. Не похож, что спрашиваешь? 28 с утра был. Спасибо. Ну да, кто-то поднялся. Если не сего, конечно. Ну все, он вышел. К вечеру будет в Москве. Здравия желаю, товарищ подполковник. С юбилеем вас. Полтинник, воздух серьезный. Простите, что с опозданием, конечно. Привет, Саша, спасибо. С юбилеем. Василий Павлович, а говорят, что у вас это правда, что ли? Это Саша и ее острая нехватка. И как же теперь? А вот теперь, как в прежние времена, будем бороться с ее дефицитом. До свидания, ребят. До свидания. Всего доброго. Слушай, а за что его, того-то? Да честно говоря, больно. То есть совсем. КОНЕЦ 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 Ну, здорово, начальник. Ну что, так и будем торчать у ворот? Или все-таки твое врожденное гостеприимство перегорит приобретенную подозрительность? Ты кто, Бичара? Он неужели богатым станет? Ну, это вряд ли. Вот за что я тебя всегда уважал, Василий Павлович, так это за оптимизм. Как сказал ты мне тогда, в мае девяносто первого, подпиши чистосердечное, и через полтора года выйдешь, так оно все и вышло. Восемь часов назад, минуточку-минуточку, освободился. Бочкин, ты что ли? Ну, признал, родимый. Не ори. Дочку испугаешь. Как мне признать? Бочкин Анакин Сергеевич, 61-го года рождения, статья 8.8, часть вторая. Валютная махинация и в особо крупном. 14 лет. 20. Какие 20? По статье 14. А мне шестерик на зоне прибавили. За что? За побег. Ну, и правильно сделали, не хрен было бежать. Да я и не бежал. А за что накинули? За побег. А, ну, да бывает. Бывает, бывает. Ну, что, давай обнимемся, тебя не чужие люди. Да ладно, тебя граблю, ты убери. Я что-то не понял, с какого перепугу ты сюда приперся-то? Жаловаться, что ли? Да жаловаться мне твоя, знаешь, как коню верблюжий горб. А вот жилплощадь твоя, ну, тут, знаешь, разговор другой. Что, каторжник жить у меня собрался? А почему нет? Площадь у тебя много, на всех хватит. Че ты заморгал-то? Че заморгал? Не боись, я при деньгах рассчитаемся. Слушай, Кеша, ты там случаем на зоне с лесопилки вниз головой не падал? Началик, ты меня на психику не дави. У меня с башкой все в порядке, а вот тебе, по-моему, мозги вправить стоит. Это кто это мне здесь собрался мозги вправлять? Тот, кому ты, волчара, 20 лет до минуточки должен. Какие 20? За мной 14. Это тебе цифры, арифметика. А мне жизнь, в которой сегодня уже ни семьи, ни друзей. Так что, выходит, ты мне в этом городе и есть самый близкий человек. Да и по жизни, Вась, приютить гражданина, вставшего на путь исправления, это твоя, Тучков, непосредственная, ментовская обязанность. А теперь слушай меня, гражданин освободившийся. Моя обязанность перед такими, как ты, сажать вас, пока вы все не кончитесь, а разговаривать и брать деньги с вас мне. Вот как бы тебе это объяснить-то, чтобы ты понял, западло. Ты усек? Я не слышу! Не ори. Дочь испугаешь. Моя обязанность перед такими, как ты, сажать вас. Моя обязанность перед такими, как ты, сажать вас. Будьте осторожны. От платформы номер 6, правая сторона, отправляется поезд до станции Юбань. От платформы номер 6, правая сторона, отправляется поезд до станции Юбань. О, доброе утро! Поезд свой не проспишь? Нет, у меня здесь конечность. Папа, привет. А что за шум был ночью? Все празднуешь? Со страшной силой. Свою дивизию. Папа, ты что, заболел? С чего ты взяла? Ну, ты на кухне. Я что, кофе жир не могу приготовить? Здоровый? Нет. А ты чего не в форме? Я в отличной форме. Ну, тогда я больная. Япония на язык. Хотя тоже не надо. Машина когда с тобой придет? Не придет сегодня за мной в машину. Ну, хочешь, я подброшу? Не надо, я сам доберусь. Звонка я жду. Какого звонка? Последнего. Пап! На выставку не опоздаешь? В музей. Я в музее работаю. А туда опоздать невозможно. Так, ты посуду не трогай, я приду помою. Чего ее мыть? Свиньи, что ли, пили? Телефон. Да. Здравствуй, здравствуй, Анатолий. Ну как, с утра не поташнивают? Карьера-то головокружительная. Спасибо, Геннадий Николаевич. И за поддержку. Того самого спасибо. А то без вас-то как бы я бы сюда бы... О, правду сказали. А я, Анатолий, всегда говорю правду. А больные нам не нужны. У нас органы должны быть здоровыми. Ну, ты трубку-то отними от носа. А то, не дай бог, до меня долетит. Ну, все, хватит чихать-то. Спасибо. Давай, работай, работай. Не болей, все, отбой. Ну, где же он? Анастасия Васильевна! А? Я тебя сколько раз просил поменять звонок на телефоне, чтобы от моего отличался? Когда? Что когда? Когда просил. Вот, сейчас спрошу. Слушаюсь, товарищ подполковник. Алло, Алис, привет. Да, я уже приезжаю, а ты? Хорошо. Алло. Ой, батарея ксела. Так тебе и надо. Пап, а долзи ты ищенку на бензин, а? Ты не многовато ездишь? Как всегда. Ну, теперь надо меньше. А что случилось? Ничего не случилось. У меня долг за банкет, знаешь какой? Как перед родиной, не оплатный. Пап, ну, ты же милиционер. Ну, допустим. Ну, говорят, что у милиции долгов не бывает. В каком смысле? Воруют, говорят. Да? Угу. А что им делать, если дети вот такие наглые? Мало то, что машина отобрала, еще и на бензин требует. А что нам делать, если у нас отцы такие жадные? Разрешите. Угу. Алло, Алиска, ты чего звонила-то? Ну, хватит трепаться, я ж проси, ну. Все, я тебе перезвоню. Ты чего такой нервный-то сегодня? Есть причина. Поделись. Сейчас вот позвонят, и я поделюсь. Вот. Да. На. Она забыла сказать самое главное. Алло, Алис, ты чего это, отец? Ну, я же говорю, у меня батарейка села, я с его телефона позвонила. Да, давай, все, пока-пока. На, она тебе, вон, самому главному не досказала. Я тебе сказала, я выезжаю. Это кто? Это тебя. Доигралась. Ручков слушает. Чего? Ты чего распился-то, Бруньков? Как же она фриски на день милиции? Это дочь. Ты хорошо сидишь. Вот и сиди, я в конце дня заеду. Ну что, тебе позвонили? Нет. Да, советский спорт может мне не брать, я сам зайду. Ну, как скажешь. Ну что, я пошла или поехала? На. Спасибо. Папочка. Шантажистка. Привет, Семен Михайлович. Здравствуйте, Василий. Какие у нас дела? Какие у нас у пенсионеров дела? День прожил, спасибо. День прожил, спасибо. Чай будешь? Да, спасибо. Мне бы... Как это, спорт-то кончился? Как? Ну, Настя же не заехала. Я не стал оставлять. Ты? Что не в форме? Да далась вам эта форма. Выходной у меня. По средам. А чем среда, не день? Ну, ты не нервничай, Василий. Ты пей чай, ты. Нам теперь нервы уберечь надо. Кому-то нам. Нам всем, у кого выходной по средам. Ты знаешь, что? Ты возьми-ка вот эту. Здесь проработал. А мне она зачем? Да так вообще интересная газета. Это интересно, ты и читай. Слушай, Семен Михайлович, а ты раньше вообще Питер работал? А ты откуда знаешь? Чай у тебя? Разбавленный. Чай у тебя разбавленный. Дедушка, извините, пожалуйста, не подскажьте, как пользоваться этой штукой. Вот этой? Да. Куда ее? А что это? Извините, вы местный? До определенной степени. Ваша степень позволяет понять, как контактировать с этим агрегатом? А это надо карточку купить. Карточку? А где она продается? Вот это фиг его знает. Эй, пассажир. Тебе позвонит, что ли? Звони. Опа. Ну ты, спасибо тебе огромное. Спасибо. Алло, агентство? Здравствуйте. Вот, хочу комнатку сдать. Поселок Неверовка. Ну да. Да, сразу за окружной. Там Михельсона 36. Ага. А тогда, может, агент приедет? Уже через пару часов. О, спасибо огромное. Все, жду его тогда. Спасибо. Молодец, спасибо. Сколько я тебе должен? Да не парся, он у меня безлимитный. А для своих бесплатно. Ну ладно, давай, бывай. Так, надо прикид менять. Скоро подавать начнутся. Далеко собрался? Я на работу. Пропуск есть. Чего ты себя щупаешь? Пенсионную книжку дома забыл? Или похудеть боишься? Так, давай, дед, шлепай бюро пропусков. Ты соображаешь, как ты со мной разговариваешь? А ты кто? Я? Да, ты. Сержант, ты, наверное, новенький здесь. Я вообще-то подполковник... А я тогда министр внутренних дел. Тучков слушает. А, это ты, Бруньков? Слушай, я удостоверение сдал, а меня тут... Что? По-разовому? Ты по-разовому деву к себе води. Какие нахрен дела? Это теперь твои дела. Вот ты с ними разбирайся. Так вы тот самый Тучков? Извините, товарищ подполковник. Прошу, пожалуйста, проходите. Ты каблучками-то не щелкай, министр. Последние мозги растрясешь. Иди дальше. Но я тебя запомню. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасьте! 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 Нехорошо так. Вызвали, а сами ушли. А из тебя тоже ушел. А пришли вы зачем? Ну, пришел понятно, потому что вызвали. Подождите, может, вы что-то путаете? Михельсон 36? Да. Ну, значит, вы что-то путаете. Пройдемте. Пройдемте, пройдемте. Так. Вот так. Вы не понимаете. Вы не понимаете. Самое простое и выгодное – это сдавать жилье. Как говорил король Фердинанд из Испании, хотите жить – освободите помещение. Вы что же думаете? Я не понимаю. Огромный дом. Полно комнат. Вот, например. Так. О! Отличная комната. 15 тысяч в месяц. А, ничего, что я в ней живу. А уже не факт. Вы же сами себе не можете складить 15 тысяч. Значит, придется освободить. Ну, пусть у вас есть лишние 15 тысяч, чтобы жить как раджа. Ну, что это? А, вот еще одна комната. Ну, что, вы здесь тоже живете? Ну, я – нет. Вам не стыдно? Вы – нет. Комната есть. Не стыдно? Нет. А вот сдавать – как-то стыдно. Как говорил Хан Гиреев Ивану Грозному, стыдно сдавать Казань. А комнату – еще как можно. Вообще, кто по образованию? Я – историк. Кандидат наук. Ну, а вот этим зачем занимаетесь? Есть обстоятельство. Дети. Ну, точнее, дочь и все, что с этим связано. А вы кто, если не спрят? Да. Можно считать никто. Ну, вот. А будете состоятельным человеком. Вась! Это что за мужик у нас по двору шастает? Ой, извините. А я соседка. Василий Павлович. У нас двор один. Только что калитка. Да. Ильина Павлович, агентство недвижимости «Бахачи Сарай». Позвольте. Вась, ты что, дом продаешь? Да подожди ты, Гриза. Не трынди. Ничего не собирайся продавать. Мне предлагают комнату сдавать. Сдавать? Хорошее дело. Я уже лет пять как сдаю. Да? А где же твои жильцы-то? Ну, я сдаю. Так ни одна собака не снимает. Но дело хорошее, ты соглашайся. Ну, так как ты, можно сдавать. Как говорил академик Павлов, можно сдавать кровь. Все остальное сдавать нужно. Так, сумму какую ставим? Пятнадцать десять. Двадцать. Подумайте еще. Да ты что, Вась, ты оплоумил двадцать. Лиз, ты что пришла, а? Я? Помочь тебе. Помогла? Спасибо. Вась, ты что такой нервный? Случилось что? Да ничего, Лиз, не случилось. Так, я не понял, вам деньги нужны? То есть, я имею в виду жильцы. Деньги да, жильцы нет. Вась. Вася, не это столичные войти. Люди пока живут, платят. Но платят только пока живут. Как говорит наш начальник налоговой. Жильцов нет, нет и денег. Десять, пятнадцать. Двадцать. Вась. Лиза. Ну, как хотите. Будете сидеть в своей комнате, как нищи Раджа в пустом гареме. А это кто сказал? Это я вам говорю. Ну, что ты наделал? Ну, какие двадцать? Да тебя еще, Лиза, не спросил, Таш. Здравствуйте. 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 Вам чем-нибудь помочь? В другой ситуации помогли бы даже очень. А сейчас не мешайте. Простите, вы что-то ищете? Вы знаете, такое щемящее чувство, что уже нашел. Угу. 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 Что? Выяснил? Это кто? Кто-кто? Конь без пальто. А одеть придется. Проверяющий. Он всю нашу схему за пять минут распечатал, гад. Он уже на покровке был. Да ладно? Да. А я туда дозвониться не могу. А чего хотят? Как странно. Да. Бомжом прикидывается. Это же у меня клоун. Сейчас еще начнет милостыню просить. Я эту породу нюхом чую. Вот свок. Отлично сидит. Да. А вы у нас сегодня юбилейный покупатель. Миллионный? Ну, почему же миллионный? Пятидесятитысячный. Ну, как-то так. Красу смотреть будем. А что на нее смотреть? Все уже уплочено. Спасибо за визит. А это вам бонус к подарку. Через месяц зайду. Думаетесь, налоговый. Мне кажется, из прокуратуры. Он на мента больше похож. Да какая к собачьим чертям разница? На кого он похож? Главное, что ушел. Я думаю, такого солидного господина должно интересовать что-нибудь в пределах Садового кольца. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Как говорил Ленин, поселяясь в горках. Трехкомнатная достаточно будет? Вполне. Но я предпочитаю закольцевая. Понимаю. Особнячок. Как говорил академик Мичурин, человек часть природы и должен грамотно пользоваться остальной ее частью. Рублевка, Новая Рига? Ни в коем случае. Поселок Неверовка, улица Михельсона, 36. А, понимаю, понимаю. Деловые интересы. Даже не представляете, до какой степени. Потрясающе. Вот только сегодня внесли в базу данных. Как раз Михельсона, 36. Да. Подождите. А, так я же этот договор и заключал. Да. Вы знаете, там не фонтан. Не до фени. Как вы говорите? Ничего страшного. А, а когда хотите посмотреть? Никогда. Меня все устраивает. Уважаю. Я только хозяину позвоню. Василий Павлович, у меня есть для вас клиент. Да, вот так вот сразу. Нет, смотреть не хочет. Его все устраивает. Когда хотите познакомиться? Не хотите? Так мы подписываем. Как говорил... А, это я понял. Да, хорошо. Ну вот. Вон гениально. Э, слышь, хозяин. Толчковов Василий Павлович здесь проживает. Я у него комнату снял. Михельсон, 36. Э! Э, э, э. В чем дело? Слышь? У меня здесь законная жилплощадь. Эй! У меня документ есть на руках, официальный. Я договор заключил. Слышь? За два месяца вперед проплачено. Да что ж такое неуважение к закону-то, а? Милицию, что ли, позвать? Милиция! Помогите разобраться! Там милиция! Где договор? Вот. Ах ты красавец! Вот как ты раскололся-то, а? Я-то думал, ты мент честный, уникум в своем роде. А так, если такое же дерьмо, как и все. Это кто дерьмо? Это кто дерьмо-то? И что это я тебе не по закону сделал? Ты когда эту долбанную картину воровал, я тебя что, не по закону сажал? По закону? Ну, то мелочи. Сначала год, потом полтора. Двадцать лет-то за что? А валюту ты торговал по какому закону? Валюту мне подкинули. А почему я тебе должен верить-то? Действительно, своему сопливому оперу ты поверил. А мне-то почему? Потому что ты вор! А если я с этим завязал, так сказать, честно, хотел встать на путь исправления, тогда как, а? И сто баксов, за которые ты меня сбагрил на кичу, сегодня проездной стоит. Чего молчишь? Судимость меня снимут. Костюмчик на мне классный. Договор я с тобой подписал по форме. Это как? Пошел вон. А бабки? А они у тебя все равно ворованные. Вернул. Позже. А я слышал, ментам зарплату подняли. Вот ментам подняли, а мне нет. Ах, вот оно, почему ты мне на психику-то жнешь. Обошли нашего мента, законника, кореша, мусора. Ах, ну не волнуйся, не переживай, подтолковник. Будем считать, что это мой аванс. Тебе я честно здесь жить буду. Ага. Тогда рак на горе свистнет. Ты начинай прислушиваться, чтобы животное зря не старалось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Привет, пап. Привет, привет. А кто к тебе приходил? Да, знакомый. Представительный. Юрист? Ага. В законе. А что ты так рано с работы пришел? Почему рано? Нормально это. Я раньше всегда поздно возвращался. А что, в футбол не смотришь? Да я смотрю. Проигрывают? А когда не выигрывали? У тебя неприятности, да? Смотря что считать неприятностями. А ты завтра во сколько на работу выезжаешь? Ну и как же так получилось, пап? Да по-дурацки получилось, Настя. Вызвали, сказали. Есть, мол, мнение насчет омоложения руководящего состава. Чье мнение? Да какая разница? Знаешь, когда есть мнение, главное, что оно есть. Короче, подумай. Может, сам напишешь по-собственному. За выслугой лет. И ты что, написал? Конечно. Зачем? А ты что, хочешь, чтобы я их уговаривал меня оставить? Обиделся. Ну? Так вот, какого ты звонка ждал. Ну? Они даже уговаривать не стали. Так может, им это и надо было? Может, и надо. Кому я теперь такой нужен? Нахрен никому не нужен. Ну, слушай, ты мне нужен. Ну, разве что, то только тебе. А что теперь делать? Ничего. Жить. Ты же не умеешь. Чего это я не умею? Жить. Без работы. Ничего. Как-нибудь. На таланте. Ты знаешь, папка, а я вот правда верю, что все будет хорошо. Ну, ты и веришь, что все будет хорошо, а? Ты слышишь? Третий пропустили. Вот я же верю, что наши когда-нибудь выиграют футбол. Пять минут до конца матча осталось, но я верю. Хотя сомнения, конечно, есть. Ой, папка, папка, я тебя, я тебя так люблю, а? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и статья о музее тоже на теле Настя Что? Мой рабочий день заканчивается в 18.00 Тогда будь осторожен Почему? Потому что ровно в 18.00 твоя голова превратится в тыку Настя, этот гриб к тебе, сибирский искусствовед, Босхарта знает практически лично Здравствуйте 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 Настя Бочкин Иннокентий Сергеевич Очень приятно Тобольский художественный музей Вот, прибыл для работы над диссертацией А что вас конкретно интересует? Видите ли, последние 20 лет я занимаюсь исключительно Амброзиусом Босхарта Отцом? Вот, именно, старшим А, ну тогда нам есть о чем поговорить Вы даже не представляете, насколько До свидания Алло, пап Да, нет, не надо ничего покупать Я сама заеду и все куплю Я понимаю, что ты будешь быть полезен Убили Убили Ой, господи, убили Ой, как же так Вам больно? Ой, господи Да не мать творится-то Вы накупали машин и ездят, как у горелой Че стоишь, дура Убила мужика, все Скорую вызывай, господи, мужика Насмерть убили Да, господи, не кричите Не надо никакой милиции Все нормально со мной, не волнуйся Не надо мне рот затыкать Сбила, ответит, по закону ответит Так, так, женщины, все, отойдите, отойдите Может быть, вам в больницу? Да нет, нет, не волнуйся так Все в порядке, я в порядке В порядке, в порядке Зальют глаза с утра И ни черта перед собой не видят Да что же вы так кричите-то, господи Да я сам как-нибудь А давайте я вас в гостиницу отвезу Я, знаете, я еще даже не успел устроиться Вот сейчас милиция приедет Она тебе покажет, где устроиться Или в больницу тебя, или в тюрьму Да вы просто... А поехали ко мне домой Ну правильно Все, поехали ко мне домой А как же ваши близкие там А домашние будут не против, у меня только папа Я ему все объясню, давайте Ну если вы так считаете, наверное, гостиницу можно будет Ну давай, давай В гостинице и в память Что случилось? Ага, что случилось? У нее дома папа, а там еще один папа А нас в гостиницу сначала ходили Я говорю, он и купает машину И потом ездит как хотят Ну вы как? Ну так, немного болит, но терпимо Вы здесь пока посидите, а мне с отцом на парусах Спасибо 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 Ну все Похоже, он здесь и залег Папа, привет Привет Я тут это, коллегу по работе привезла Ну? Я его сбила, он у нас жить будет Что? Что значит сбила? Ну, я его на машине около музея сбила А он искусствовед, приехал в Москву диссертацию писать А что это значит жить? Ну то и значит, ему жить негде Я ему предложила пожить у нас Почему у нас-то? Папа, ты что не понял? Я его сбила Меня хотели в милицию забрать, а он меня спас Мне куда его девать? Ну что, пойдемте? А что, папа? Папа очень рад Ну что же Да Спасибо Проходите, Микен Сергеевич Спасибо Пап Здравствуйте Искусствовед, значит? Да А что? Диссертацию приехал писать Да, папа, диссертацию А что, собственно, происходит, а? Да ничего, Настя Ты поднимайся к себе наверх А я сейчас искусствоведу Его комнату покажу Идите, идите, Настя, не волнуйтесь Вы же видите, как папа рад Опа Слушай, ты что творишь у блюдах старый? Я тебе что-то непонятно объяснил Я тебя послал куда-нибудь, ясно? Я с тобой ведь культурно, честь по чести Я ведь тебе даже в харю ни разу не дал А ты что? Это специально? Вот это вот у вас называется культурно Я же не знаю, вы так всегда гостей принимаете? В кого нас такая интеллигентная пошла? Так, вот про дочку сейчас лучше молчи За нее я тебе отдельную голову отгрызу Слушай, чего тебе здесь надо? В моем доме? Что ты лезешь сюда, как клоп в диван? Значит, надо Почему ко мне? Ко мне почему? Объясни У прокурора дом в два раза больше Иди к нему Меня с дочерью оставь в покое Не могу Почему? Ответить не можешь? Могу Ну? Потому что Настя Моя дочь Ну что? Очухался? А ты как хотел? Как я хотел, не получилось Раз не сдох Че ты там, сволочь? Взякал по поводу моей дочери А что твоя дочь На самом деле Моя Моя Слушай, ты псих Ты это Что-то перепутал, видимо, на нервной почве Здесь сейчас вещь не разбрасывать Да собирать положено Слышишь? Вот теперь повторить можешь? А смысл У меня теперь гарантии А твоей сознательности нету Кстати, ты так можешь И не узнать до конца жизни Всей правды Ладно, хорошо, давай Давай, колись, я тебя потом грохну Потом жалко будет Мы с тобой вроде как родственники теперь Давай на жалость, мне здесь не дави Колись давай Мне волынь твоя мешается Средоточиться не могу Ничего, мне спокойнее будет Дочь у тебя приемная? И что? И что взял ты ее из детдома? Аккурат перед тем, как меня накидчить багрить Не вижу связи А я вот вижу Связь прямая Я тебе отдал ее Потому как почувствовал После двух ходов Что третья у меня будет Длиной в жизни Длиной в жизни Брехня все это А как доченька-то звали, не припомнишь? А вот тут ты, барыга, как раз и облажался Звали ее именно так, как и сейчас Анастасия Васильевна Тучкова Ты глянь, помнишь И ты, конечно же, из всех детей выбрал именно ее А не приходило ли тебе в твою ментовскую башку Что кто-то специально мог заменить звучную фамилию Бочкин На маловыразительную Тучков И для верности даже в отчество Да откуда ты знать мог, что я ребенка из детского дома взять хочу? Да, ты случайно попался, я поприличнее искал Я залез в отдел опеки О, гляжу, знакомый лиц Думаю, отдам-ка я доченьку в хорошие руки Под неусыпный глаз, так сказать, наши доблестные милиции Я же не знал, что ты уже безработный и что на голову слаб Все Все Вали отсюда А это уже лучше Сознание, так сказать, проснулось То ты меня завалить хочешь, то ты меня отпускаешь Эх, Василий Палыч Мне бы твое сознание лет так двадцать бы назад А теперь нет, не могу Извини Ты меня не понял, что ли? Нет, но надо лечить эту психику твою Ну, 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 так-то Пошел вон! Ладно Листой бумаги есть Да нахрена тебе бумага? Заяву буду писать в легавку Что дочь твоя меня сбила Могу прямо на твое имя Ну и пододок же ты И что ты за отец, если на родную дочь собираешься телегу катать? Что ты за отец, что меня на это вынуждаешь Не ори Насте скажешь Убью Да не убьешь Мужик-то не злобный Злоб, правда Ну, это у вас профессионально Это я не против Это нужно Не волнуйся Я тебя не сдам Пока Пока что? Пока не докажу тебе дураку Что это моя дочь Не докажешь Докажу Отряд Подъем Все Гостиница закрывается Проваливай Ну, Тучков у тебя есть, Рыз Если ты запамятовал У нас на зоне вообще было принято умываться по утрам Извини, привык Ну-ну Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а ты что тут шаришься-то? Давай помылся, выходи на поверку Слышишь, начальник Воды нету Наблюдательный Я воду на ночь перекрыл А ты, ментарская твоя жадность, а? И что ж получается, а? Зэку Простому зэку Жизу почить негде А зачем тебе их чистить? Они и так у тебя лишние Не тебе считать Чувак-то я воду перекрыл Краны текут Чинить не пробовал? Было заняться чем поважнее Я в курсе Слышь, начальник? Так, ну, что у нас на завтрак? Я что-то не понял Ты что, здесь завтракать собрался, что ли? Принятие пищи Это почетная обязанность Каждого гражданина Российской Федерации Ставшего на путь исправления Да, Кеша Бочкин, Кеша Бочкин Попал ты по полной программе Какому засранцу ты дочь свою доверил, а? Слушай, ты бомжар У меня уже терпение начинает лопаться Быстро собрал свои шводки Вали отсюда Пока я тебе тишки твои на этот тесак не намотал А ты меня, мент поганый, на понт не бери Я тебе не сявка на табурете На которую можно рапа спускать, понял? Тебе доказательства нужны? Дужны Значит, будут Доброе утро Доброе Иннокентий Сергеевич Привет, пап Привет Хозяйничаете? Да, вот Решили удивить тебя завтраком А у вас-то легко получится Потому что завтрак в нашей семье – это событие Да, пап? Даже можешь не сомневаться У меня в жизни две страсти Изящная живопись и хорошая кухня Ловлю на слове Я быстро Воду включи А то не уйду Ну как? Как вкусно А как это называется? Яйца пашот Но Для их приготовления Необходима особая ловкость, друг Тут я гляжу, что именно это блюдо у вас очень хорошо получается Я никогда такого не пробовала Только слышала Пап, попробуй, очень вкусно Я сыт А что вы еще умеете готовить? Баланду Что? В смысле, все что угодно Как вы относитесь к сладкому? Обожаю А меня пучит Папа! Профитроли с кремом Как на ваш вкус? Приготовите? Запросто Прямо сегодня вечером Каким это вечером? Сегодняшним Ну все, мне надо бежать Я пошла Пока Счастливо Счастливо А вы разве не со мной? Я думаю, что я посижу несколько дней в библиотеке Ну тогда всем привет Осторожно на машине А то у меня дом не резиновый Ваша пайка Ты что тут расплескался-то, как енот-полоскун в банный день? Ты в библиотеку собирался? Так давай, дуй Доказывай Или идти некуда Не парься, начальник Есть мечточка Интересно, где это у тебя здесь образовалось? Пока ты 20 лет Яйца варить учился А твое какое дело? Мое дело от тебя побыстрее избавиться И я предупреждаю Мне нужна правда А не фуфло какое-нибудь Правда она всем нужна А вот что до фуфла Гражданин подполковник Это не по адресу Мы фуфла не гоним Мас не та За всем прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Господи Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаешь, скорее всего, это все-таки вор. По оригинали ничего не могла придумать. Вор! Да из него вон, как из меня балерина. Слышь, фраер, базар фильтруй. Вот, видишь? Ну, это еще ничего не значит. Я тоже так могу. А ну, отвечай, как ты сюда попала. Ну, ты даешь. Ты уже и ключ ему свой дала. Да ничего я ему не давала. Он с ним пришел. Это мой ключ, мой. Вот, а что я тебе сто раз говорила? Смени замок. Так нет, теперь таких уже не делают. Перестань на меня кричать. Я понял, что он вор. Я только не понял, ты поприличнее ничего не могла найти. Слушай, Вадик, а если я тебе сейчас табло почищу, а? А давайте. Не надо. Вы решите, надо или не надо. А я пошел, понятно? Как пошел? А ну, стой. Люся, зови милицию. Милиция! Так, тихо. Тихо, тихо. Какая милиция? Помогите, милиция, помогите. 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 Тихо, тихо. Тихо, тихо. Всем стоять. А ты кто такой? Милиция. Как милиция? А вы... Вы же кричали! Я! Стыдно, молодой человек. Стыдно прикрываться честным именем наших органов, чтобы скрыть свою необузданную похоть. Прости меня, Люся. А я уходу. Люся! Люся! А это кто? Ну, я откуда знаю? А кто знает? Спокойно. Вадик! Спокойно! Вадик! Милиция! Вадик! Милиция! Вадик! Э, художник! Иди-ка сюда. Дело есть. Че стоишь, батоны жмешь? Сюда иди, говорю. У кого ко мне дела, тот сам ко мне ходит. А ты че, типа, гордый? А мы нет. Сами подойдем, не переломимся. Где ты такой гордый заделался-то, а? В библиотеке. Человек – это звучит гордо. Сходи почитай. Ну, так кто человек? А ты кто такой есть? Кто я такой есть? Не тебе судить, фраер захарчеванный. Сотри слюну. Слюну сотри! Фанеру сломай, у нас сетка дышать трудно будет. Быстро! Так. Ты чего, свояк? Да это я попутал просто. Ты извини, что не признали. Нас вообще… Репин просил тебя привезти. Водят пухнарь до параши. А меня провожать положено. Че надо, сказал? Перетереть с вами хотел. Сказал, что по специальности. Ага. Ну, пошли перетрем. Похрус с сариком. Че ты? Так я че? Ну… Здравствуй, дружок. Поздравляю, так сказать, с возвращением. Слышишь… Ага. Ага. И есть… Должок за тобой старинный числится. Картинку, которую ты мне обещал принести, Хозяин, Геннадий Николаевич, так мне и не продал. Как не уговаривал. Безобразничает, сукин сын. Она мне вот как! Позарез нужна! Не хватает моей коллекции. Так что придется тебе ее у него забрать. Не забыл, как это делается за двадцать-то лет, а? Ну, а что, если забыл? Ну, дочка твоя, конечно, выросла, большая стала, и все-таки жаль девочку. Так что извини, дружок, придется тебе визит нанести Геннадию Николаевичу. Он прописочку, правда, поменял, живет в особняке. Вот адресок запиши. Запомню. Кадашевский переулок, шестнадцать. Все, иди. Будет что-нибудь интересненькое, напиши. А лучше нарисуй. 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 «Ах, Ах, 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 Ах!» Кого счет-то? Один ноль. В твою пользу. Во как. Неожиданно. Значит, чувство справедливости тебе не чуждо. Кстати, могу дать пару советов, как обращаться с барышнями. А то прибежал, накричал, стоять, милиция. Слушай, ты Дон Жуан Тамбовский, ты форточку прикрой, дует. Ты сам попросил не говорить правду, а мне рот затыкаешь. Вот по делу и говори. Какого хрена в квартиру ты полез? По делу и полез. Кстати, это моя квартира. И открыл я ее, в отличие от тебя, своим собственным ключом. А вот то, что тебе нужно. Ну и что? А что? Похоже? А? Слушай, Киша. Я, конечно, по твоему мент поганый. Но я лохом никогда не был. Ты же у нас специалист. Почему? По художественным копиям. Чем, собственно, и промышлял. Так что тебе и то похожесть, что мне тебе дырку в башке на раз сделать. Вась, ты, может, очки оденешь, а? Какая копия? Ты что, не видишь, что фотография старая? Чего удивил-то, а? Тебе что, показать, как из нового старая делается? Все, похоже, счет-то теперь в мою пользу. Пап! Пап, новости быстрее включайте! Телевизор, говорю, включи! Там сейчас про меня репортаж будут показывать. Про тебя? Да? Ну, вернее, про выставку мою. Про вашу выставку? Не про мою. Меня сегодня на нее куратором назначили. Да. Вот, вот! А в Москве уже через несколько дней откроется международная выставка картин из частных коллекций, которая будет отличаться не только своим масштабом, но и тем, что многие полотна на ней будут представлены впервые. Особое место среди них займет шедевр голландского живописца Амброзиуса Босхарта-старшего, принадлежащий известному коллекционеру Геннадию Рыбину. Прежде всего должен сказать, что я счастлив сделать наконец всеобщим достоянием мою уникальную находку середины 80-х. Понятно, что подобную картину тогда я не смог бы купить. Вот решил привести в порядок старый бабушкин дом в Калужской области. И вот можете себе представить, на чердаке обнаружил несколько картин остатки справедливого народного гнева времен революции, как тогда говорили, грабь награбленная. Вот таким образом эти несколько полотен и составили основу моей будущей коллекции. И среди них оказался один из самых дорогих шедевр Босхарта, который сегодня оценивается более чем миллион долларов. Но для настоящих любителей живописи важна не столько стоимость этого уникального произведения... Иннокентий Сергеевич, вы представляете? Босхарт! Вы же у нас до конца выставки пробудете? Да теперь уж, несомненно, придется. Ой, я ж только переодеться заехала! Все, пока! Узнал? Картина? Коллекционера. И вот и особенно. Т primeiro. И вот и остался... Устали и750This Центрик Центрик Это что такое? Ты что творишь-то, лишенец? Что? Да как тебе вообще в кеме-то залипло? Своими лапами мои вещи-то трогать! Слушай, ну мне это нравится. Вот так посмотри, пожалуйста. Я как последний шнырь в его барахло под тумбочком рассмехиваю, а он морду клинит, а? Вот это выруби сейчас же я тебе говорю. Я тебе клянусь, я тебе уши оторву. Ты задницей будешь своего Шопена слушать. Типичная реакция власти мучих на интересы простых тружей. Доброе утро. А почему музыку выключили? Мне нравится. Хороший вкус – это наследственное. Да ничего, я не вырубал, я просто хотел другую вещь поставить. Никто не видел мою косметику? Ладно, вот вся твоя косметика во втором ящичке. Пожалуйста. А украшения? Украшения в третьем ящичке. Ну вы даете, Иннокентий Сергеевич. Спасибо. Иннокентий Сергеевич, можно вас на минуточку? Проконсультироваться надо. С вашего разрешения. Конечно, Василий Павлович. Я тебя спрашиваю, тебе кто позволил вот это сделать? Отцовское чувство. Не хочу, чтобы моя дочь жила в хлеву. А это мой хлев. И в нем живем я и моя дочь. Я тебе дал шанс. Действуй. Если сегодня не докажешь, я тебя за ноги выкину отсюда. Понял? Куда пошел-то? Тебя еще не спросил. А ты спроси. Вот ее уже открыл. Да? Когда вода открыта, краны текут. Уже починил? Вот скотч... Папа, я выезжаю. Иннокентий Сергеевич, спасибо вам большое за порядок. Вы простите, у нас не всегда так. Просто мы все время с папой на работе. А как ваша нога? Да. Уже лучше. А как ваша выставка? А вы приезжайте в музей, я вам макет покажу. Здорово. Ну вот я сейчас разгребусь с делами и обязательно подъеду посмотреть. Ну хорошо. Тогда я поехала. Пока. Китель мой где? Я в вашей комнате не убирал. А что, надо? Скотина. Так. Здрасте. А вы за нашим дворником пришли? За каким дворником? А он у нас в подвале живет. Без регистрации. Нет, пока не за ним. Понятно. Опять ты? Да, я. А вы знаете что? Нашего директора посадите. Она взятки берет. Ты откуда знаешь? Ты что, телевизор не смотрите? Коррупция. Я... Твоя фамилия, случайно, не Морозова? Нет, Петрова. А была Синичкина. И часто у вас тут фамилии меняют? Случается. Добрый день. Здравствуйте. Директор у себя? Проходите. Благодарю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я подполковник Тучков из уголовного розыска. Очень приятно. Наталья Александровна Кедрова. Наталья Александровна, мне необходимо ознакомиться с некоторыми документами в вашем архиве. Я в курсе. Хотите пройти в архив? Ваш сотрудник уже там. Какой сотрудник? Ваш. Заслуженный работник. Он, правда, в штатском, но документы у него в порядке. Я проверила. Зря желаю, товарищ подполковник. Омеруполномоченный Бочкин приступил к выполнению особого важного задания. Удостоверение верни, ворюга. Опять оскорбление. А зря, знаете ли, он рожден медалью за 20 лет безупречной службы. Думаешь, зря служил? А этот нет. И директорисе, кстати, очень понравилось. Это вот тебе. Настя Нометрика. Бочкина Анастасия Иннокентиевна. 1987 года рождения. Отец. Бочкина Иннокентиевна. Ну и что? Вот справочка об изменении фамилии. Была Бочкина, а стала, к сожалению, Тучкова. Ну и что? Вот заявление о будущей линии. Твоё, между прочим. Ну и что? Что ну и что? Метрика тебя устраивает? Ну, положим. Заявление? Может быть. Справка. Да! Липа это всё, понял? Бочкина, Тучкова! И он явился сюда пораньше, взял директрису на фонт, она тебе эту макулатуру нарисовала в два счёта. У меня вот знающие люди сказали, здесь коррупция на коррупции. Давай, слезай, дятел, с дуба. Без тебя как-нибудь разберусь. Архивариус бы здесь нашёлся ещё. Так, это ты? Так, а вы что здесь делаете? Послушаем. Это чё, зачем? А через щёлку ничего не видно, они сейчас там драться начнут. Марш, отсюда! Прошу не беспокоить подполковника, он знакомится с документацией. Слушаюсь. У вас всё в порядке? У меня всё в порядке. А вот у вас нет. Почему у вас дворник в подвале живёт? Без регистрации. Синичка? Опять она. Ты что здесь делаешь опять? Блин, опоздали. Я же говорила, что лысый победит. Куда опрёшь? Я в туалет. Сюда нельзя, тут девушки перейдёшь. Тут раньше туалет был. Когда раньше? Ну, когда закусочная была. Какая нахрен закусочная? Там, где закусывают. Номер 37. И вот что, дед. Если тебя пожрать, это в баре. Дед, по нужде, по коридору прямо и налево. Вот ты мне скажи, вот если сейчас во всём твоём шалаше свет отрубится, ты кого позовёшь? Я тебя позову. Вот. А на кой я тебя спрашиваю меня звать, если я до распределительного щитка добраться не могу, а? Я тебя всё равно туда не пущу. Там у нас приват-рум. И у человека только что начался сеанс. А я тысячу раз говорил, что щиток надо переносить из этой приват-рум. А если коротнёт? Я что, под напряжением буду проводку менять? Ага. Так дело не пойдёт. Пусть излучшает твой клиент сам свой сеанс. Коротнёт, а то как шарахнет, и всё. Кино кончилось. Слушай, а чё так душно-то у вас? С вентиляцией-то всё в порядке? Да какой тут в порядке? Барда. А. Соответствует учаясь в день, а? При чём тут учились в день? Вот и вентиляцию, точнее, 20, как ничего нет. 20? 20. Это хорошо. Ага! Это вот... Очень плохо, Геннадий Николаевич. Этот объект ваш старый знакомый. Послушай, Бруньков, ты свои мозги совсем вычихал? Какой знакомый? Ну так этот, который того самого Босхарта у вас два раза украсть пытался. Да вот он, пожалуйста. Бочкин, Иннокентий, по кличке художник. Какой художник? Ну и откуда этот фантом прошлого взялся? Ты мне что обещал? У нас то он вас беспокоить не будет, так он, кстати, и не беспокоил. Я ж думал, честно говоря, что он давным-давно окочурился. Я ж не думал, что он таким живучим, зараза, окажется. У нас кто? Подполковник. Ты по служебной лестнице вверх ведь высоко поднялся. А лестница, она ведь крутая, без поддержки можно и вниз того самого загреметь. Вот, правда. Я все понял, Гемет Николаевич. Я все понял. Немедленно им того самого займусь. Но, сами понимаете, нужно способ найти. Меня не интересует способ. Меня интересует срок. В смысле на сколько? В смысле когда. Ты меня понял? Да. Нет, ты меня не понял. У меня впервые появилась возможность показать эту картину всему миру. И я ее покажу. И эту картину, и того, кто ей владеет. Потому что это самый дорогой босхард в нашей стране. А я пока твой самый дорогой друг. А я пока не знаю. Ну. Открываем. 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 Чего надо? Итли смазать Что это за музыка играет? Шопен Фредерик Я предупреждаю, я у твоего Шопена одно произведение знаю И оно скоро будет играть в твою честь Все? Нет Есть еще одно доказательство Последнее Только нужна твоя помощь Что? Ну ты же все равно ходишь со мной, как хвост за задницей И чего я тебя сразу не грохнул, а? А мне тебе нужно, Вася Суды и колонии, ну такие и всякие, а? Ну что, поможешь? Подумаю И музыку выруби! Устроил здесь Филармонию строгого режима Слушай, дочка Ты погоди, не верти Где тут у вас это? Что это? Комната Ну, в общем, где? А, понятно Я вас слушаю Что случилось? Мне кажется, вы чего-то хотели Кто сказал? Будем считать, это почувствовал Кабинет хотите заказать? Да Че, можно идти? Подождите Вам какую девушку прислать? Все равно Понимаю Стосковались Прошу вас Да? Да Привет Я Анжела А тебя как зовут? Иннокентий Сергеевич Да ты расслабься, Кеша Не волнуйся Ты, дочка Это Толустеть Так хорошо? Нет Так как-то Неудобно Ты лучше На кресло сядь Ну Так Тебе лету сколько? 26 А вот врать не надо Я же вижу, что 20 От силы 23 Родители где? В Полтаве Вы, собственно, кто? Я же тебе сказал Кеша я Кеша В Москве давно? Да Слушай, ну пошел ты Сидеть Ну так лучше И тихо сидеть А я у вас тут пока Электричество проверю Михалыч, где тебя просят? Михалыч Вы знаете, как-то Надеюсь, как-то Надеюсь, как-то Надеюсь, как-то Так Так Сидеть Опа А ты кто такой Ты тут красивый нарисовался? Неплохо для фармазона Для фармазона Показывай, говорю Да погоди ты Ты ее из детдома Брал в платьице таком Да? Оно сохранилось тебе? Ну? Такое зелененькое Красивое Самое нарядное Ее, да? Принеси Ну принеси, принеси Че ты Че ты раскомандовался-то здесь? Ну давай, давай Не возись Ну что ты Слушай, сколько надо Столько и буду возиться Да, да, да Вот смотри Видишь Пуговица одна Немного другая Ну и что Оторвалась Что пришили Другую Какая пришлась По цвету Нет Не оторвалась Оторвала Так что я мог родную дочь У тебя дом сдать Ты мне Не поп Чтобы я перед тобой Исповедовался Не мог я тогда По-другому Любишь ее? Очень И всегда Любил Всю жизнь И сейчас Люблю Ну а если я тоже Люблю Ну наверное Лишней любви Не бывает Знаешь У нее еще Родинка есть Другая у нас сегодня какой-то праздник боюсь показаться не скромным но со мной у вас будет праздник каждый день и так прошу внимание на стол картофель дефине паштет патамисон кокосовые сливки и гвоздь программы профитроли с заварным кремом аль оба и что в переводе с французского означает по-бочкинский и как это у вас получается из простых продуктов вот такую вкуснятину делать все очень просто носить и 9 что главное правильное название и вдохновение вот только мне много не кладите я не съем надо надо настика как говорят древние греки утреннюю пайку смысле завтрак съешь сам а вот обед поделись с другом так что предлагаю сегодня вместе пообедать извините но занята да ну может она поужинать вечер тоже занят у меня же еще чай с гордой травы сейчас 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 на всех привет привет папа а машинку то я сегодня твою взял да и помыл что чего удавилась что-либо подожди ты сейчас я убьешь ребенка что ты верный способ ну нормально ничего себе машину помыл ты что всю ночь мои гадыра читал за че там делов то зато насть к твои пейзажи сейчас блестят как новенький натюрморты папа они пейзажи слышите интересный денек начинается сначала накормили потом чуть не убили а это что это все инакентий сергеевич пап давай его у нас навсегда жить оставим а зачем что я завтра не смогу приготовить так нет ну это мы еще посмотрим а вот сегодня вечером мы с тобой идем ужинать в ресторан сегодня вечером я занята как это так это у меня дела все всем привет пока 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 анастасия тебя не чужой дядя с улицы родной отец в ресторан приглашает слушай ну ты даже в ресторан приглашаешь на допрос вызываешь но человек не может занят объяснил что ты собственного ребенка под конвоем в ресторан банк ведется да и там правило что он там этот город строит проведет это правило не обрели зрителей но ты точно не слышит то что у нас там он уже сырье у нас потратил он в ресторане гаммур очень когда он не представляет в ресторане шампинге И сей вечер собственной дочери не можешь. А почему это? А потому что я тебе не доверяю. А свободное время она будет проводить со мной. Как сказала Аня Керна Саша Пушкину, отнюдь. Яйца в холодильнике. Куда собрался? То есть сначала ты мне свиданки с родственниками прикрыл, а теперь еще и прогулок лишить хочешь? Значит, с Настей гулять собрался. А хоть бы и собрался. А что? А на какие шиши? Позвольте полюбопытствовать. Ну, знаешь, кое-какие тугрики у меня еще сохранились. Для разбега хватит. Считай, что разбежался. А вот теперь резко тормози. А что случилось-то? А я тебе квартплату повышаю. В два раза. Ну ты красавец. Ну красавец. Беспредел, начальник. А что такое? Я имею право. Не нравится? Съезжай. Не надо глазки пучить. Не надо ничего личного. Закон рынка. Ну ты гад. Ты знаешь, кто ты? Ты новая ветвь эволюции. Хомо ментус. Человек хапающий. Сам работать не может, а вот обобрать трудящегося за милую душу. Это ты что, трудящийся-то? Теперь ни на одну работу не примут, потому что ты вор. А тебя, что ли, приводит? Меня? Без проблем. Вот сомневаюсь я очень. Почему? Потому что я хоть и вор, но я свое отсидел. Я честно искупил, что называется, и с чистой совестью на волю. А вот ты мент. И никому не нужный. Потому что бывших ментов не бывает. Так что тебя исправит только могила. Понял? А в таком случае, гражданин Бочкин, позвольте ваш паспорт. И с регистрацией. А что, ломка по понятиям началась? Слушай, а ты на кухне у тараканов по ночам документы тоже спрашиваешь? Так что, нет паспорта? Нет регистрации? Значит, и работы нет. Я тебе не дуся смаловаренного. Я себе ксиву сделаю. У меня три ходки за спиной. Опыт есть. А вот вы, дорогой товарищ, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Закон-то нарушаете. А как это я его нарушаю? Да вот так вот. Вы, гражданин Тучков, как владелец квартиры, обязаны были зарегистрировать меня в установленные законным сроки. Вот оно как. Так, зарегистрировать? Да. Да? Да. Хорошо, зарегистрирую. Вот и зарегистрирую. И зарегистрирую. И налоги заплати себе. И даже налоги заплачу. Больше того, я о паспорте о твоем побеспокуюсь. Знаешь почему? Потому что я сильнее тебя. Мне фора не нужна. Я тебя все равно с потрохами сожру. Подаришься. Пам, я поехала. Наскар, я с тобой. Ой, извините. Вы откуда? Я оттуда. С неба что ли? Да нет, вот с дерева. Младшему брату, так сказать, помог. Слушайте. Ваш. Где же ты делся? Мой, мой. Ну вот. А ну-ка, 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 ну-ка. Вы меня? Вас, вас. А чего это вы тут? Ходите, рассматриваете, а? Да нет, я не рассматривал. Я стучал, а мне не открыли. Видимо, спит еще. Кто ж в такое время спит? Не открыли, значит, дома нет никого. Да, а вы не знаете, когда она приедет? А кого надо-то? Настю? Нет, вы знаете, другое у нее имя. Такое красивое, старинное имя. А, вот, Елизавета Александровна. Мойся. А вам она зачем? Ну, я знаю, она комнату сдает. Ну, допустим. А я комнату ищу. Документ есть? Зачем? Для порядка. А то вдруг вы мошенник. Ну, там этого не пишут. А вы, получается... Елизавета Александровна. Очень приятно. Березкин Андрей Павлович. Промахнулись. Спасибо, Андрей Павлович. Вон там мой дом. Да? Вот и правда промахнулся. Но, с другой стороны, был бы забор, было бы понятней. Ну, зачем забор? Калитки хватает. Ну, конечно, да. Ну, что, пойдем смотреть комнату? С удовольствием. Елизавета Александровна. Ну что, куда едем? В милицию. Только сначала высадим Василия Павловича, а потом уже с вами. Да что вы, Иннокентий Сергеевич, вы у нас гость. Первую очередь вас, а уж потом вы. Нет, давайте, знаете, сначала вас. Я не спешу никуда. Вы торопитесь. Иннокентий Сергеевич, только после вас. Ну что, куда поворачивать? Налево. Направо. Все, приехали. Выходите. О-ба. Я извиняюсь, а кто же вы по профессии-то? Я программист. Поэтому тишина в моем деле первое дело. С этим делом у нас полный порядок. Соседчик нет, слышно. А кто у вас сосед? Очень серьезный человек из органов. Так что я под полной охраной. Да. А живете вы одна? Одна. Я портниха-надомница. Так что, если что, перешить, зашить. Милости просим. Ну, обязательно воспользуемся. Спасибо. А сосед, вы говорите... Ой, вы не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Он вам мешать не будет. К тому же у него теперь свой жилец. Жилец, это хорошо. Хорошо. Аккуратный такой, культурный. С Настей вместе в музее работает. А Настя это... Дочь его. Жильца или соседа? Соседа, конечно. А в каком музее работает? Ну, я не знаю. Ну, где картины висят. Хорошая девушка. Только вот парня еще своего не нашла. Да и где найти-то? В музее одни бабы? Ну, да. Ну, может, еще повезет. Правда? Да, конечно, повезет. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, так-то она так. Только вот бывает, женщина ищет, ищет. А потом паспорт перечтет и поседеет от ужаса. Ну, ладно. Вы комнату будете снимать? Буду. Хорошо. Только что-то тут мокрое. Ой, извините, это после дождя. Если баночку поставить под подоконник, я вам потом ее принесу. Хорошо. Ну, вы пока располагайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я тебе так скажу. Василий, ты мужик правильный. Я тебя всегда уважал и уважать буду. Ну а отставка твоя, ну полное недоразумение. Ну что? Еще по чайку? Да, по грамотечке. Слушай, у меня о тебе просьба, Сергей Иванович. Все, что хочешь. Спасибо. Там у тебя в коридоре сейчас сидит некто Бочкин, Иннокентий Сергеевич, освободившийся из места заключения. Знакомый? Ага, я его туда и отправлял. Понял. Сделай так, чтобы свобода ему медом не казалась. Да нет, Сережа. Ты можешь ему регистрацию сделать? На мой адрес. Ну, Палыч, ты даешь. Да если всех кого-то сажал, так себе селить будешь. У тебя ж как в Китае начнется. Тысяча человек на метр. Ну, всех не начну, а вот это вот пришлось. А обстоятельства так вот сложились. Ему еще паспорт нужен. Ну, по закону три месяца, но для тебя. Не-не-не, Сережа, ты что, для меня? По всей строгости закона. Я тебе говорю, нет документации у меня на это железо. Да-да, нету. А договора с таможней ты сам обещал подписывать. Вот и подписывай. Егоров Вадим Дмитриевич. Он же Вадик Педаль. Статья 166, часть вторая, пять лет. Ну и память у вас, гражданин начальник. Ты в трубочку-то ответь, ответь. А то ведь таможней ждать не будет. Володя, я тебе перезвоню, за мной пришли. Ко мне пришли, Володя, я тебе перезвоню. Ну и скажи мне, давно ты из угонщиков бизнесмента переквалифицировался? Василий Павлович, чему прошлое-то выражать? Я на вас зла не держу. Я понимаю, у вас дело такое, дела заводите. И мне давай здесь не пой, Егоров, не Киркоров. А чего он мне петь-то? Чего он мне петь? Я чист, как слеза младенца. У меня он легальный бизнес-автосалон. Да-да. Практически по специальности, да? Гражданин, подполковник. Или полковник? Нет. До генерала дослужились. Не мертеши, Вадик. В глаза хребит. Ну я понимаю, он конкурента наплели, да? Я смотрю, вы уже ордерок приготовили. Можно глянуть? Можно я гляну? Опа. Вот это да. А я испугался сначала. Во фишка. Кай сюда, это не тебе. Как и не мне. Как управляющему автосалону Егорову Вадиму Дмитриевичу. Это же мне. От Тучкова Василия Павловича. Во! Душил Вадик педаль. Следак Тучков на работу ко мне пришел наниматься. Ну что, Вася, новую жизнь начинать будем? Нет. Только не с такими, как ты. А других сейчас, гражданин начальник, не найдешь. Ну ничего, я искать-то умею. Вот это, надеюсь, ты педали еще помнишь, да? Ну что, картины Репина не взяли? Потому что вы уже везде пролезли, окопались. Кто это мы? Варьё. А у вас в отделе что, думаешь, одни ангелы сидят, да? Как ворон на венку. Еще крылышками под щечком хлопают, да? Что? Не дали паспорт? Тебе спасибо. Ты ж постарался. А что так? А то ты не знаешь. Только я-то на работу устроюсь. А вот ты, пенсионный фонд, со своими принципами, как сидел на диване, так и будешь штаны протирать. Понял? Устроишься. Кто б сомневался. Для вас же закона-то не существует. Свинья жена везде. Грязь-то найдет. Ты о чем сейчас? Не о том ли законе, по которому я двадцать лет отсидел за паршивую сотню баксов, а? Не надо, Кеша. Сидел ты справедливо. Знаешь, начальничек, давай не будем чернуху лепить. Всем привет. Привет, Настенька. Здрасьте. Привет, папа. О чем спор? Так вот, пытаюсь объяснить Василию Павловичу, что черный квадрат все-таки является апогеем супрематизма. Ой, Иннокентий Сергеевич, это бесполезно. Папа колорит от колорифера отличить не сможет. Я пойду. А ну-ка, стоять. Что? Ты где была? А что? Что-что? Я волнуюсь. А ты не волнуйся, я взрослая девочка. Что в сумке? Ничего тебе, какая разница? Просто интересно, что можно притащить из музея в такой сумке? Надеюсь, не картины. Нет. И вообще я в музее не была. Ну что, допрос окончен, можно мне идти? Свободны. Спасибо. Слушай, Вась, ну ты просто ментоголик какой-то. Надо себя держать в руках, ни дня без дознания. У нас все-таки с тобой взрослая дочь. А что это значит у нас? А то и значит. Девочка-то хорошая, только, знаешь, ей с воспитателем не повезло. Не с воспитателем, с наследственностью ей не повезло. Не надо. С генетикой у нее все в порядке. Каждый позавидует. А вот то, что ты, собственно, и дочь не знаешь, и с чем она живет, это факт. Да и все я знаю. Да? Ну тогда скажи, где она была сейчас. Ну она тебе сказала. Что? Где она-то там и была. Ага, понятно. Ну давай зайду с другого боку. А что она любит? Ну-ка. Она меня любит. И мне этого достаточно. А, ну да. Ну тебе это точно достаточно. Ты же у нас человек ограниченный. А, вы у нас такой разносторонний, да? Тогда сам отвечай. Ну, в любом случае, классическая музыка точно любит. Шопена что ли то вы его? Ну, кроме Шопена, знаешь, много других есть еще композиторов. Где моя постель? Извини, замотался. Сейчас принесу. Слышите, а здорово у нас получается? Слышите, а здорово у нас получается? Слышите, а здорово у нас получается? Так она же чистая. Ну и что? Постирал, прогладил. Тебе же некогда. На чистом спать приятнее, наверное, да? Ну, ты, пап, даешь. Спасибо. А ну-ка стоять. Что? Так, а что ты говорила у тебя в сумке-то? Я говорила в сумке, что мне надо. А я еще, между прочим, в прихожей лампочку вкрутил. Да, не щади что себя, Вася. Завидуешь? А я вот еще возьму выходные и ее на футбол свожу. Куда? Угу. Говори, что я дочку свою не знаю. Вот. Она у меня вот с этих пор, с детства, футбол любит. Как там у твоего шапена-то? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Вообще-то это мусор. Да мне какая хрен разница-то? Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, простите. Слушаю вас. Мне бы чего-нибудь классического. У нас все классическое. А кто вас именно интересует? Композитор какой-нибудь. Желательно великий. У нас все великие. Я так понимаю, вы впервые решили приобщиться к волшебному миру классики? Ну да, решил. Да, я-то приобщусь. Тогда я вам порекомендую перголезь. А он великий? Даже не сомневайтесь. Тогда два билета на субботу. А в чем исполнение желаете? А в чьем есть? Есть чудный скрипач из Пекина. Джен Горчен. Нет, китайского не надо. Не доверяю. Кто еще есть? Струнный квартет. Рубинштейн, Гроссман, Листерман и Тей Телебой. Что так много? Нет, давайте из Пекина. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Мясы-то закрыты. Да, эти закрыты, да. Другие открыты. Которые? А вот эти. По кому прешься? Не понял. Говорю, фанатеешь. По кому? А, да нет, мне все равно. А кто тут поинтереснее? Дядя, полирнешь пивком, и все интересные будут. Ну, это понятно. Ну, а если все-таки на трезвую голову? Что-то из веку это подумать надо. Мясо, наверное? Нет, я вегетарианец. Мне на футбол. Это я понимаю, дядя. Ты послушай фамилию. Послушай. Секу, думбия, роха, пореха. Слушай, я не понимаю испанский. Главное, в субботу и все. В субботу есть. Сколько нужно? Два. Два. Две тыщи. Сколько? Ты сколько думал? Я думал, пятьсот. За пятьсот рублей иди в городки, смотри, в парке. Ну, будешь брать или нет? Я буду, конечно. Ну, давай. Быстро. Спасибо. 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 Э, дети, я не понял. Это что такое, а? Тебе, баклан долбанный, понимать занятие лишнее. Берешь пятихатку и счастлив до конца жизни. Не расстраивай меня, а то тебе придется на собственные пухорные билеты продавать. Да нет. Я как раз и... Что и? Я искренне желаю вам приятного просмотра. Спасибо огромное, мальчик. Не за что. Козел. Ну, поздравляю, Василия Павловна. С беседами вы прошли замечательно. Ну, и должность начальника службы безопасности довольно ответственная. Фирма у нас солидная. Должен сказать, что здесь довольно большие деньги крутятся. Василий Павлович, да. Но отношения простые, доброжелательные. Вот. Так что завтра оформляйтесь и приступайте. Спасибо. Скажите мне, пожалуйста, а вот как только я оформлюсь, я мог бы получить аванс? Вообще так не принято. Я понимаю вас, но в виде исключений, как бы в долг. Я, наверное, могу вам помочь. Спасибо. Под 10% вас устроит? Что вы говорите? Ну, конечно, да. Устроит. Отношения, значит, простые. Да, у нас все на полном доверии. Всего вам доброго. Да, до свидания. Василий Павлович, до свидания. Да ты вообще теперь можешь считать, что между нами береза выросла. А Сереге я позвоню, так что у тебя теперь вообще один номер остался. Какой? 03, вот какой. Вот тупырь. Тебе чего? Ничего, просто смотрю. Иди вон в компьютер свой смотри, там для тебя интересней. Настя, я в кафе. А, экскурсия? А, у меня обед, Настя. Добрый день. Привет. Здравствуйте. Иннокентий Сергеевич, здравствуйте. Выручайте, Настенька. А что случилось? Мне бы работенку какую-нибудь найти у вас в музее. А то, знаете, за комнату заплатил и на миле остался. Если честно, вся надежда на вас. Я понимаю, да. Даже не знаю. А экскурсоводом пойдете? А то, видите, у нас здесь с этим труба. Я готов. Но есть нюансы. Паспорт. Я, видимо, его потерял, когда под машину попал. Под вашу. Ой, господи, это же я во всем виновата. Меня простите, пожалуйста, Накин Сергеевич. Нет, 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 я сам во всем виноват. Нет, 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 это... А если нам кого-нибудь другого оформить, а работать будете вы? У вас есть человек, с кем договориться можно? Настя, вы меня просто спасли. И за это с меня праздничный ужин. А человек такой есть. Близкий и, знаете, честный. Честный. Очень честный. Настюха, я тебя поздравляю, ты опять не дочь безработного. Да, устроился. Завтра приступай, а вот сегодня мы с тобой вечером это дело отметим в ресторане. Говори громче, не слышу. Какой ужин? А, ну да. Иннокенец Сергеевич. Ну, послушай, Настя, ну у меня такой повод, ну. Как, у него такой же? Хорошо. Я понял, понял. Твою дивизию. Ну, это дело как надо кончать. Заходи сюда. Да, сюда. Здрасте. Так вот, Настенька, в мире существует три великие кухни. Французская, китайская и моя. Я сейчас такая голодная, что съела бы все, что угодно. Никогда не соглашайтесь на что угодно, если можно, лет лучше. Интересная мысль. Дарю. Переделаем сок. Опа. Пап, это что такое? Что такое? Ну, ты мне пять лет твердишь, освежи кухню, освежи кухню. Вот я ее и освежаю. А как же ужин? Нет, это я, конечно, пристроюсь где-нибудь. Не надо здесь нигде пристраиваться. Не волнуйся, ужин есть. Папа обеспечил. Ты что, сам приготовил ужин? Нет, купил. Курица грин. А где курица-то? В морозилке. Я ее тогда сейчас... Подожди, с курицей. Настя, вот. Я приглашаю тебя в консерваторию. Куда? Ты ничего не перепутал? Пап, консерватория это место, где играют классическую музыку. Я понял, что не консерва. В субботу мы идем. В 19.00 мы будем слушать Эрголези. Не, извини, в субботу я не могу. Почему? Потому что мы с Настей идем на футбол. Господи, час от часу не легче. Нет, спасибо вам, конечно, огромное. Но идите вы сами на футбол и в консерваторию. А у меня на выходные другие планы. А чем это ты так занята? Пап, это мое дело. Настя! Так, ну ладно. Эрголези ты уже выучил. А теперь запомни еще одну фамилию на П. Великий воспитатель. Полная противоположность тебе. Пестолосы. Сам ты на П. Вали отсюда, мне заканчивать надо. Ясно. Кстати, а откуда у уволенных ментов деньги на ремонт? Почку продал. На работу устроился. Практически. Кстати, я тоже. Практически. Добрый вечер. Ах! Стоять! Вы кто? Я стою. Просто говорю, здравствуйте. Учтите, я знаю каратэ. Очень хорошо. И у меня еще папа милиционер. Замечательно. Вы не волнуйтесь. Я ваш сосед. Желез Елизавета Александровна. Ну и что? Ничего. Просто Андрей. А вы Настя? Да. А вы откуда? А, хотя это понятно. Узнаете от Лизы? Да. Разговорчивая женщина. Это да. А вы что, не спите? Да так, не спится. А вы? Тоже не спится. Красивая у вас машина. Да. Боскар. Ну надо же, и об этом тетя Лиза успела рассказать. Представьте, Боскар-то узнал сам. Да ладно. А вы кто? Программист. Программист? Со знанием живописи 17 века? Хм, вечер становится интересным. А вы рассчитывали увидеть типичного зануду. Так вот я нетипичный. Поэтому для продолжения нашего знакомства следующую встречу назначаю в музее. Почему в музее? Рассчитываю на содержательную экскурсию. Причем индивидуальную. То есть вы считаете, что все музейные барышни серые мыши? И на свидание, кроме как на экскурсию, ни на что не способны, да? У вас есть шанс убедить меня в обратном. Ну так вот, типичные музейные на улицах не знакомятся. Тем более по ночам. Но я исключение. Поэтому подумаю над вашим интересным предложением. Ну, спокойной ночи, Андрей. Спокойной ночи, Настя. Войдите. Здравствуйте. Я ваш новый начальник охраны. Вот, оформляться пришел. Очень приятно. Садитесь. Напишите заявление. И ваш паспорт, пожалуйста. Папин паспорт. Замечательный человек. Всегда готов помочь людям в беде. Так что, Настенька, давайте оформлять этот паспорт. А когда придет мой, мы вашего папу просто уволим. Пап, пап, ты чего? Чего? Ты в порядке? Нормально, Настя. Ты чего? Я просто перестановку делал, видишь, присел просто. Посидеть хоть. Ну, ты это давай отдыхай. Угу. Ладненько. Это. А есть что поесть-то? Есть нет, я приготовлю. Не надо. Давай, дуй, клези. Она тебе как раз картошку жарит. Как ты любишь. Ты точно в порядке? Нормально все. Ты чего, перестань. Ну, я тогда пошла. Все. Ну, и видок у тебя, Вась. Может, тебя скорую вызвать, а? Ну, пойдет. Ты тут прибирался случайно, не видел? Мой паспорт. Это, что ли? Откуда? Откуда? Из шкафчика. Вот, устраивался на работу, мне твоя ксива так пригодилась. Я же говорил, ты мне поможешь. Ты, гнида ты, последняя. Тише, 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 видишь, я культурно, ты же теперь работник в музее. Издеваешься, да? Ну, издевайся, издевайся. А вот ничего, я завтра пойду и уволюсь из музея. Ну, да, твое право. А вот того, кто меня по чужому паспорту оформил, тебе не жалко? Нет. Вот пусть получит по полной программе, если законы нарушает. Да, да, ну и пусть получит. А, я так Насте передам. А Настя здесь при чем? А я тебе не говорил, да? Так это Настя не оформила на работу. Настя? Экскурсоводом. Как она могла так поступить? Че тебя удивляет? Ребенок помогает родному отцу даже на подсознательном уровне. Вам спинку помассировать, гражданин начальничек? Иди ты. Понял, мне переодеваться надо. Извиниться. Экскурсоводом. Здравствуйте. Здрасте. Так, крысятничаем? В каком смысле крысятничаем? Картошка-то чужая. Зато вкусная. Конечно вкусная. Потому что тетя Лиза для меня ее готовила. Кстати, где она? В магазин ушла. А вы, значит, тут мою картошку едите? Да ничего я не ем. Просто решил попробовать и втянулся. Откуда же я знал, что она ваша? Извините. Куда? Туда. Ну ладно, присоединяйтесь. А вы меня не выдадите? Обязательно выдам. Ну и зря. Вам тоже достанется. Мы ведь теперь соучастники. Ладно, живите. Только не понимаю, зачем я это все делаю? Наверное, потому что я обаятельный. Кто это вам сказал? Нахал? Да. Ау! Извините. Больно? Конечно, больно. А я знаю, что надо делать. Ну точно нахал! Почему нахал? Просто открытый человек. Не болит? Нет. Прошло? Да. Мамины средства. Молодец, мама. Какой же ты подонок, а? Какой ты подонок. К моей дочери. По моему же паспорту. Слышь, ты там фильтруй базарь, начальничка. А то, знаешь, я вот утюжок-то погорячее сделаю. Мало не покажется. Ты мне не то, что извинишься, а и дом на меня перепишешь. И расскажешь, где деньги спрятаны. Я теперь с тебя, скотина, глаз не спущу. Да ты лучше не с меня, а с дочери своих глаз не спускай. Куда она по воскресеньям шастает, а? С кем? Что это за сумища у нее такая? А я-то откуда знаю? Что, не слышал, что сказала? Не ваше дело. Она же вся у меня, парень-кремень. Не ожидал я от вас, товарищ полковник. Чего ты не ожидал? Я, ну, манкирование своими служебными обязанностями. По-человечески можешь разговаривать, нет? А ты поймешь, по-человечески-то. Следи за моей мыслью. Я-я-я-я-я, утюг! А? Утюг! 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 Вот. Все. Так. Значит. Насты дома нет? Сумка у нее в багажнике. Ключ от машины у меня в кармане. Ум? Ты что предлагаешь-то? Обыск? Вульгарно. Обыск. Благородный шмон. Куда пошел? Э, ты! Не буду. Утюг! Сними! А еще я песни пою. Хотите спою? Нет. Давайте как-нибудь в следующий раз. Отлично. Значит, будет в следующий раз. Ну, я не это имела в виду. Я пойду. Ну, у вас другого выхода нет. Мы же картошку с вами ели. Ну. Ну, это же это серьезно. Да уж. Потом мы целовались. Я тебя не целовала. Это ты меня целовал. Вот видите, а теперь мы перешли на ты. Ну, что? Что? Будем еще целоваться? Обойдешься. Да. Даже тогда не знаю, что и делать. Картошку съели. О! Познакомились уже. Да, тетя Лиза, мы тут картошку ели. Спасибо. Очень вкусно. Обалденная картошка получилась. Вы ее хоть посолили? Она что, не соленая была? Нет. А мы и не заметили. Ага. Ну, все. Мне надо идти. Спасибо. Вкусная картошка. Совсем не соленая. Опа. Молодец. Опа. Молодец. Что такое? Парашют. 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 Ну что, ментера, доволен? Довел девчонку? Она уже от твоего воспитания готова с любой верхотура вниз башкой сигануть. Подожди, еще доказать нужно. Может быть, это совсем другое значит. Ух ты какой, а! Про доказательства заговорил. Да нет, вот, дорогой мой Вася. Вот сумка, вот парашют. И никто ей его не подбросил. Как мне, ту валюту. Вот паршивка, а! Ну, ничего, явиться я и устрою. Надеюсь, ты меня поддержишь. Да нет, начальничка. Это, знаешь, как-то не по понятиям. Я так медленно скатываюсь на путь исправления. Ну, ради благородного дела готов сотрудничать со следствием. Благодарю за службу. Это что такое? Говори немедленно. Ты что, рылся в моих вещах? Я думаю, папа сделал это из лучших побуждений. Я попросил бы вас сейчас, Иннокенде Сергеевич. Что вот это такое, я тебя спрашиваю? Тебе заняться больше нечем, что ли? Я в полной уверенности, что моя дочь в своем музее картинки рассматривает. А она, оказывается, каждые выходные жизнью рискует. А ты об отце подумала? А что ты так завелся-то? Я ничем не рискую. И потом ты сам говорил, что я вся в тебя. Неправда. Я с парашютом не прыгал. А жизнью рисковал, бандитов ловил. И особо не грузился, что я об этом думаю. Я, Настя, это я. А ты, это ты. Я запрещаю тебе. Категорически. Слышишь меня? Запрещаю. А мне плевать. Что? А ну-ка, стоять! Да подождите! Иди ты! Я не закончил еще! Я закончила? Ты понимаешь, что в этой ситуации все что угодно может случиться? Да что может случиться? Не раскроется парашют у тебя! Да постой не раскроется! Что? Что делать? Ты будешь мне объяснить? Не будешь мне объяснять тебе! Это Береза. Объект под наблюдением. Установлен контакт с семьей. Понял. Есть. Анастасия! Анастасия! Если ты закончил орать, можно я пойду в свою комнату? Нет, я не закончил. Ты? Конечно! Настя, папа твой мент. Папа твой только орать умеет. Потому что он в жизни ни хрена ничего не понимает. Папу можно не слушать. Послушай хотя бы постороннего человека. Вот тебе сейчас Иннокентий Сергеевич скажет по этому поводу. Настя, ну, конечно, такой вид спорта, это, конечно, дело опасное. Я тебе что говорил? Слушай, слушай, человека-то! Ну, в принципе, ничего страшного в том, что девушка прыгает с парашютом, я лично не вижу. Мне кажется, это даже добавляет некоторую оригинальность столь свойственную творческим людям и совершенно непонятную простым обывателям. Спасибо вам, Иннокентий Сергеевич! Вот! Вот чужой человек! А понимает меня лучше, чем родной отец! Ты очень правильно сейчас сказала! Чужой! Вот это чужой! Вот ему наплевать, разобьешься ты или не разобьешься. А вот папе, хоть и обывателю, не плевать. И не все равно, Настя! Василий Павлович, вы, наверное, в детстве высады боялись, да? Я вам могу сказать, господин Бочкин, что я никогда ничего и никого не боялся. И до сих пор не боюсь. Ну, знаете, на словах-то мы все герои. А вот представить вас прыгающим с парашютом, знаете, не могу! Вот не могу! А ты, значит, можешь, да, с парашют прыгать? Я могу! Я рисковый! Так, а теперь послушайте меня. Нравится это кому-то или нет, я завтра лечу и прыгаю. Я с тобой! Пап! Ау! Ну, зря это все, а! Да ты чего, Нань? Что значит зря? Наоборот, спасибо тебе! Я, честно говоря, сам давно мечтал! Прыгнуть! Сейчас высота какая? Ну, обычно прыгаем с четырех тысяч! С четырех тысяч чего? Метров, пап! Ну, для вас будем с полутора тысяч! Это хорошо! Это полтора километра! Да вы не волнуйтесь, Иннокентий Сергеевич, ну! Нет, 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 я не волнуюсь! Я просто, когда думаю о полетах, всегда на память приходит картина Питера Брегеля «Падение икара». Приготовиться к затяжному прыжку! Первый! Пошел! Второй! Пошел! Третий! Пошел! Осторожный носенька! Хорошо! Четвертый! Пошел! Ой! Думаешь, стоит прыгать? Тебе стоит! Я пропущу! У ребенка должен остаться отец! Хотя бы один! Трус! От такого слышу! Согласен! Кольцом! Тр Голос! Ага! Тр такой же! Ага! Здравствуйте! Всем привет, Алиска. Ой. Красивые цветочки. Откуда? Сейчас. Привет, Настя. Спасибо, что заметила. Цветы откуда? Настя, прикинь, сейчас Серега с Антоном в фитнесе встретились. Серега это? Второй бывший. Антон? Тоже бывший, только третий. Ну и? И сидят, пьют там за меня в сауне в какой-то. Я им написала мысленно с вами. Оригинально. А теперь ты мне можешь сказать, откуда цветы? Он сказал, что теперь так каждый день будет. Будет что? Цветы из шоколадка. Да кто сказал-то, Алис? Козёл. Везёт тебе, Настя, за меня вот только одни уроды в сауне пьют по будням. А что мне везёт? Ну что, ты его на работу, астролог не старается. Так это от... Ну да, это Накентия Сергеевича. Их поколение хлеб не корми, дай только отблагодарить. Ну а что, пусть таскают, я шоколадки люблю. Насть? А он у вас живёт? Да. Ну? Что? Ну, как он? Как он что? Ну, как он ведёт себя, пристаёт? Да ты что, нет. Наоборот, такой внимательный, предупредительный. В общем, любой каприз. Ну, как отец? Ну, понятно, да, как отец. А чё тебе понятно? Чё тебе понятно, когда мне... Да чё тут непонятного-то, Настя, ну сколько тебе лет-то, господи? Как отец? Это ж типичное, тупое ухаживание папика. Да ладно тебе? Да чё, да ладно, прохладно. Сначала цветы с шоколадкой, потом машина, потом постель. Вернее, сначала постель, потом машина. Я этого кино, Настя, во как насмотрелась. Да и где ты насмотрелась? Да в жизни, Настя, в жизни. Серёга, сколько? 32. А Антону? Ну, 26. Да возраст, Настя, здесь значения не имеет. Желание-то одно, только подходы разные. Ну, это хоть машина предусмотрена. Да какая машина? Какая новая? На зарплату экскурсовода. Слушай, Настя, а откуда мы вообще с тобой знаем, какие у него там в этом Тобориске были дела? Может, он скрывает что-нибудь или скрывается? Это ж Сибирь, Настя, там же каждый второй потомственный каторжник. Нет, не похож он на каторжника. Ой, не похож он на каторжника. Он на тебя, Настя, залип. Ну, как залип, так и отлипнет. Кстати, а шоколад где? Ну, еще принесет. В этом зале я познакомлю вас с картиной, которая вряд ли оставит вас равнодушными. Интересно, что произведения искусства всегда будили в народе фантазии. Правда, иногда эти фантазии выходили, что называется, за рамки закона. Простите, пожалуйста, а можно какой-нибудь пример? Да, конечно, сколько угодно. Ну, например, Бостон, 1990 год. В музей Изабеллы Гарден входят двое полицейских и говорят охране, что им нужно осмотреть все залы, потому что в одном из них сработала сигнализация. Охране, естественно, не пришло в голову попросить документов этих типов, потому что, видите ли, в Бостоне человек, одетый в полицейскую форму, вызывает у людей ощущение полной защищенности. Люди расслабляются. Полная противоположность нам. Когда мы видим милиционера, мы уже начинаем готовиться к чему-то худшему, да? Ну, это ваше мнение. А может быть, мы вернемся к фактам? Да, извините, отвлекся. Так вот, эти двое якобы полицейских связали охранников и вынесли 13 полотен. Среди которых работают Дега, Мане, Рембрандта, Вермеера. Так что бывает и такое. Ну, на этой веселой нотке разрешите закончить нашу экскурсию. Спасибо, спасибо. Предлагаю совершить осмотр картин в других залах самостоятельно. До свидания. Настя, Настя, подождите секундочку. Да, Иннокентий Сергеевич, вы что-то хотели? Да, я хотел посоветоваться. А как вы думаете, вот такая штука может понравиться девушке вроде вас? Иннокентий Сергеевич, нам нужно с вами серьезно поговорить. С вами, Настенька, в любое время. Но только сейчас у меня следующая экскурсия. Ну, сразу после экскурсии. Здесь в музее есть кафе, знаете? Знаю, да, там всегда полно людей и шумно, да? Да ничего страшного, вот там и поговорим. Конечно. Я вас жду. Конечно. Я буду обязательно. Сразу после экскурсии. Да. Я Береза. Докладываю. Место работы объекта установлено. Продолжаю наблюдать. До связи. Лиза. Вась, господи, что? Спина, да? Опять, да? Вась, ложись на кровать. Не могу на кровать. Вась, ложись. Я тебе помогу. Не надо, Лиза, не трогай меня сейчас. Не мельтеши, бог ради. Давай сейчас таблеточку, любую, мась. Лишь бы только отпустила. Давай. Клиентка мне посоветовала. Мась одну я взяла. Очень хорошая, мась. Прямо спасение. Чудо. А не мась. Где же она? Вот зараза-то, а? А, вот она. Ложись на кровать, я тебя разотру и шалью. Замотаю собачьей. Не надо, я сам. Как называется, мась? Панацея форта. Ты что, для собак, что ли? Да при чем тут собаки-то, Вась? Это суперсредство. Ее для оборонки только раньше делали маленькими партиями. Генералы мазались. А теперь вот, Вась, ты... Лиза, я уже устал твои лекции слушать. Давай, мась, я пойду. Все. Куда ты пойдешь? Я тебе сказала, ложись на кровать, я тебя разотру. Будешь как огурчик. С тобой спорить хуже радикулита. Вот и не спорь. Давай, Вась. Так не могу, подожди. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Куда? Лиза, у меня радикулит, а не геморрой. Спасибо. Приятно к тебе. А вы почему не едите? Здесь кухня хорошая. Вы называете это хорошей кухней? Я бы не был бы столь опрометчив. В этом рыбном супе есть все, кроме рыбы. А ваша жена хорошо готовит? А у меня нет жены. Понятно. Цветы вы принесли? Я красивый, правда? А шоколад? Тоже. А что? Ничего. Просто я прошу больше этого не делать. Почему? А вы не понимаете. Не понимаю, а что это такое? Накин Сергеевич, мне 23 года. А что, девушка, в 23 года уже не едят шоколад? Я вам больше скажу. В моем возрасте уже рожают. Да я все понимаю. Вы мне тоже, вы мне тоже очень нравитесь. Но я же вам в дочке горжусь. А вы шоколад, цветы, кольцо это свое заберите, пожалуйста. Господи, Настя, не расстраивайтесь. Так, успокойтесь. Вы меня неправильно поняли. Я не хотел вас обидеть. Дело в том, что я... Я к вам присяду. Вы же не против? Да, конечно, конечно. Слышь, ну ужас, да? Вообще ни одного места свободного. Все прям обед-то ломанулись. Ой, важно? Стильненько. А вы прям разбирайтесь, да? Ну, мне пора бежать, к сожалению. Приятного аппетита. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, поздравляю. Ювелирка в ход пошла. Следующая ступень машины, Настя. Да не будет никаких ступеней. Я ему все сказала. Настя, мужику мало сказать, надо, чтобы он понял. Дай. А мне кажется, что он понял. Счет, пожалуйста. А уже все оплачено. Да вы что? Надо же, какой прям упертый старикашка. Представляешь, она мне все это выдает. Я сижу, как лох с привоза и все это слушаю. И ничего не могу сказать. Представляешь? Кончай махать кисточкой. Малевич, ты понимаешь, что Настя решила, что я к ней пристаю? Не создавай сквозняк. Краска вспупырится. Да я сейчас сам вспупырюсь. Потому что это так и выглядело, что старый пень пристает к этой молоденькой девочке. Я бы тебя, собственно, руками бы задушил. А я сам себя придушил бы. Я хочу быть ее отцом, а не твоим зятем. Все, решено. Я ей, надо ей сказать. Все. Сегодня же. Только попробуй. Не только попробую. Я ей сделаю. И тебя я не спрошу еще. Кеша. Не Кеша. Кеша. Не Кеша. Не пари горячку. Кеша, я понимаю, действительно, ситуация назрела. А мы знаешь, что с тобой сделаем? Что? Мы будем с тобой думать. Чего думать, когда трясти надо? Спокойно. Ладно. Я сам ей все скажу. Отлично. Вот она сейчас придет, ты ей сейчас скажешь. Нет, сейчас. Нет, нет. А когда? Утром. А почему не сейчас? Значит, почему? Потому что утро вечера сам знаешь что. Кеша, такие вещи с кондачка не делаются. Дорогой, мне нужно найти какие-то правильные слова. Мне надо переспать с этой мыслью. И все, хватит. Не отвлекай меня. Я уже настраиваюсь. Ну, что я сказал? С добрым утром, Иннокентий Сергеевич. Так, ясно. Значит так, гад. Шагай в дом, пока Настя еще там. Обещала рассказать. Иди и рассказывай. Видишь, я курю, нет? Первая сигарета, она ведь как первая любовь. И надо относиться бережно. Не дай бог, спугнешь и погаснет. Удивительная рядом. Мент-философ. Ты что такой нервный стал, Кеша? Возрастное? Смотри, скоро ведь зимой кальсоны будешь носить. И на старшекласс нет заглядываться. Можешь не спешить. Травись дальше. Я сам скажу. Эл, ты шантажист! Иду уже! Пам, ты чего-то хотел? Да нет. Заходи, заходи. Настя, я хотел с тобой поговорить. Только давай быстрее, я опаздываю. Ну, давай тогда в другой раз. Нет, лучше сейчас. Пап, ты какой-то странный, у тебя все нормально. У меня? У меня, да. Еще, Настя, у меня к тебе новость. Серьезно? Хорошая? Не знаю. Это об Очкине. Ну? Об Иннокене Сергеевиче. Ну, я поняла, ну и? Ну и? Ты можешь одеться, в конце концов? А ты отвернись! А я что делаю, стою. Ну, я тебя слушаю. В общем, дело в том, Настя, что Иннокенец Сергеевич, он, ты думаешь, кто? Как кто? Человек. Нет, ну, это, конечно, человек, это да. Но ведь он может оказаться не совсем тем, за кого ты его принимаешь. Пап, хватит говорить загадками. Я загадками говорю, не заметил. Папа. Хорошо. Настя, он не просто человек. Он ко всему еще и очень хороший человек. И с таким человеком очень надежно в жизни. Опять же, он готовит хорошо. Я аккуратный. Да. Ко всему тому... Он надежный. Он очень надежный. Вот ты мне доверяешь? Вот ему можешь доверять так же, как мне. Ты к чему сейчас это все говоришь? Я говорю к тому, вот живет у нас человек, а ты ничего о нем не знаешь. Вот я и решил. А ты-то откуда его так хорошо знаешь? Вы же только познакомились. Ну, я. Мне, Настя, одного взгляда достаточно, чтобы понять, что это за человек. А ты вот можешь чего-то не разглядеть, что-то неправильно понять. Вот ты думаешь, что он так просто наш жилец. А ведь он может оказаться твоим этим. Кем? Этим. Твоим лучшим другом он может оказаться. Ну, так вот. Папа, передай Иннокентию Сергеевичу, чтобы он для дружбы себе искал кого-нибудь постарше. А мне такие друзья не нужны, ясно? И чтобы ни ты, ни он со мной на эту тему больше не разговаривали. Ты все сказал? Ну... Я все. А вообще двери надо закрывать, между прочим. Здесь посторонние люди ходят. Ну, что, сказал? Да. Врешь. Чего вдруг-то? Ты мне тут дурочку не врубай. Что именно ты ей сказал? Правду. Сказал, что ты... Не совсем тот человек, каким кажешься. И все? Это все, что ты смог из себя выдавить? Знаешь ты кто, Вась? Догадываюсь. Очень хорошо. А еще к этому ты трус. Если ты не в состоянии сказать правду, это сделаю я. Стой, 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 стой Вот так, аккуратно. Так хорошо? Очень хорошо. Телевизор хорошо видно? Очень хорошо видно. Спасибо. Держи. Настюшка, я прямо сейчас боюсь. Ты убежишь на работу, а мне вдруг так поплохеет, что я даже до телефона дотянуться не смогу. Пап, да к черту работу. Ну и хорошо. Пить очень хочется. Настюшка, подай мне, пожалуйста, стаканчик воды. Настюшка, мы не опоздаем? Да ничего страшного, Иннокентий Сергеевич. Вы скажите на работе, что у меня папа заболел. Но одного я его никак не могу оставить. Ну понятно, я, конечно, скажу. А как я доеду до музея? Как все, Кеш. Ну что делать? Общественным транспортом. Или ножками, ножками. А ножки же ведь у тебя ходят, да? В отличие от меня-то. Давай. Ой. Ой. Ой, как хорошо. Ой. Как хорошо-то. Ах, хорошо-то. Папа, ты чего встаешь-то? А мне что-то так, блин, от водички полегчало. Да? Да лучше вот так вот посидим с тобой. Ну давай. Ой, Настюшка. Ну, попереключай каналчики. О, мазила. Разговор есть. Так, туловище убери. А то я сам уберу. Ни одна больница не примет. Тема такая. Шеф-обиженку кинул за то, что ты его приглашением подвязывал. Да ты не боись, это не Стрелка. Так чисто побазарить за ситуацию. Слышь, Сявка, специально для тебя. Стрелок никогда не боялся. Ты еще под себя ходил, когда я зону топтал. Вот и обосну поступком. А если откажусь? А смысл? Ну ладно, пошли. А то шеф твой беляшей обожрется, ожидаючи. Доставили, шеф. Ну и хорошо. Свободны, как Анжела Дэвис. Проходи, Кеш. Составь старику компанию. Не, я не пью. Ой, правильно. Сколько через эту гадость хороших людей в ноль ушло. Помяну-ка я их. Грешные души. Давай. Ай. Ну нет, спасибо, я уже завтракал. Ну, на нет и суда нет. Кеш, если б ты знал, как мне одинок. Никто не придет, не навестит. Ничего интересненького мне не расскажет. Вот, одна надежда на тебя. Ну, ты хоть мне что-нибудь расскажи, а, Кеш. Что тебе рассказывай? А ты мне все рассказывай. Мне, старику, любая новость в радость. Ходил я к особняку Рыбина. Так, пошарился там. Вот что я тебе скажу. Если уж мне не удалось из квартиры его картину попялить, то есть из особняка тем более. Крепость, крепость просто. Эх, Кеша, Кеша. Вор из тебя, как из моих быков. Октября-то. Опять спалишься, опять сядешь. Ну, только сними должок-то. 20 лет уже прошло. Чего ты? Если я тебе этот должок спешу, я же понятия нарушу. А понятия, Кеша, это же дело святое, ты это знаешь? Знаю, знаю, знаю. Поэтому у меня другой план имеется. Рыбин собирается выставлять картину в музей. Кеша, тебе йод кушать надо. У тебя с Голобом совсем плохие дела. Если ты из особняка картину увезти не мог, так из музея подавно, это даже мне убогому ясно, а? Только я уже работаю в этом музее экскурсоводом. Понятно. Предложение по поводу йода снимаю. Голова у тебя работает. Ну, подожду еще немножко. Еще 20 лет ждал. Еще потерплю. Давай-ка это. Доедай. Нет. Спасибо. У меня от такой еды плохо становится. Плохо тебе, Кеша, будет от другого. Я ведь старичок гостеприимный. Пока все не схаваешь, не выпущу. Привет, Настенька. Здрасте, Иннокентий Сергеевич. Как там Василий Павлович? Спасибо, уже лучше. Настя, я бы хотел закончить наш разговор. Иннокентий Сергеевич, мне уже папа все сказал. Как сказал? Когда? Утром. Поэтому будем считать, что все останется как было. Ты что ей сказал утром? Как тебе не стыдно? Я, можно сказать, умираю. Я, может, на это рассчитываю? Что ты ей наплел? Что она смотрит на меня, как чухнарь напорашил? За языком следи, у меня все-таки дочь. У меня тоже. Что ты ей сказал? Я ей сказал, что ты хороший культурный человек. Зря, наверное. Идиот ты, Вася. Она черт знает что обо мне подумала. Слушай, не кричи на меня. Я больной. Мне покой нужен, понял? Вот когда я выздоровлю, все объясню. Тогда ты выздоровеешь конкретно. Я что, на допросе, что ли? Когда конкретно? Число, месяц, год мне. Дай срок, все скажу. Я бы тебе дал срок. Лет так десять без права переписки. Жаль, только статьи такой нет. Настя! Папа! Извините. Что? Да прихватил, Настюшка. А что это он? Переживает очень за меня, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь поднимается. Папа у меня. Свое, разовет на меня. Теперь поднимайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, папка! Как спина? Да ничего, уже почти прошло. Так, побаливает немножко. Ну, что поделаешь-то? Возраст? А ты что думаешь, у молодых радикулита не бывает? Пап, у меня к тебе вопрос по поводу нашего жильца. Что такое? Почему он к завтраку не выходит? А, ну, муж проспал. Да не волнуйся, я сейчас разбужу. Будет, я жду. Сказал? Нет еще. Так я и знал. Да скажу я, скажу. А что ты валяешься-то? Затемпература, что-то я... Ни фига себе! Настя! Настя! Чего? Ну, у нас не дома лазаред какой-то. Да не говори, я выздоровел, Иннокентий Сергеевич заболел. 39 у него. Может, скорую вызовем? Нет, не надо скорую. Я полежусь, саму отпустят. Куда отпустят с такой температурой? Обалдел, что ли? А вы останетесь со мной, Настенька, посидеть, да? Я посижу. Я уже оклемался. Вот, папа посидит. Это плохо. Что вы сказали? О, жар, видите ли, как не кстати. Стаканчик воды подайте, пожалуйста. Я принесу. Папа принесет. Мне просто нужно сегодня вовремя на работе быть. А папа за вами поухаживает, тем более он уже ходячий. Пойду. Беги, беги! Папа поухаживает! Папа поухаживает. Вот так вот сдохну, девочка даже не узнает, кто ей отец родной, а кто дядя. Гад ты, Вася, гад и сволочь. Ну ладно, кончай меня сволочить-то. Давай, я тебе стаканчик воды принесу сейчас. Не надо! Стакан воды умирающему отцу должна дочь подавать, а не следак уволенный. Ну ладно, ну что ты? Хорошо скажу, сегодня же скажу. Ну, поглянись. Клянусь. Нет, ты здоровьем, Насте, поглянись. Как хрена тебе поколено? Моего здоровья достаточно, который уже и так, общаясь с тобой, подорвал окончательно. Давай, на, вставь еще, проверь-ка температурку для верности. Пошел, ты знаешь куда? Знаю куда. За лекарством. Ой! Здравствуй, Лиза. Здорово, Вась. Погоди немного, я сейчас закончу. Чего ты мнешься-то? Давай ложись. Куда ложись? Зачем? Как зачем? А ты думаешь, что это дело так просто проходит? Нет, еще пару сеансов, тогда как рукой снимет. А, да это с него уже все. Лиза, у тебя есть чего от температуры? Доигрался, а? Доигрался. А я тебя предупреждала об осложнениях. И что ты меня не предупреждала? Ты не сказала ничего, намяла мне бока. Не бока, а спину. Что я буду ждать, пока у тебя сознание проснется. Так, Лиза, вот давай сейчас это помягче. Есть чего-нибудь от температуры, или я пойду? Высокая температура-то? А я откуда знаю? Говорит высокая. Кто говорит? Ты сам-то мерил? Буду я ему еще мерить. Сам в состоянии. Да кому? Ты говори понятнее. Ты даешь мне сказать-то? Желец мой заболел. О, желец. Есть чего-нибудь у тебя? У меня у вас есть все, кроме любви. На, держи. Какая-то шпанацея форты. Я ей вчера от радикулита лечился. Так я тебе говорю, она от всего. Клиентка у меня дистрибьютором работает, эту мазь распространяет. Вот, все объяснила про нее. Что-то сомнительно, что она от всего. Ты сама-то пробовала? А мне-то зачем? Я, Вась, женщина, здоровая. Ну ты, Маш, Маш, не сомневайся. Вон спина-то прошла. Только при радикулите спину мажет, а при жаре грудь. А то, хочешь, я сама пойду намажу. Не надо. Знаю, можешь сам справиться. Наше дело предложить, ваше дело отказаться. Ладно, спасибо. Если что, я еще зайду. Ну, хорошо. Вась, жильцу скажи, чтобы как натрется, спать лег. Сон. Вот лучшее лекарство. Я ему так и скажу. Да. Спи спокойно, дорогой товарищ. Ну и гад же ты, а? Что? 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 Что ты там прячешь-то? Давай уже, я видел что. Чего ты видел? Что ты видел? А у меня от высокой температуры вообще стекло запотело. Я решил протереть, чтобы посмотреть, какая ты, чтобы цифры были видны. На, 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 посмотри, посмотри. Ага, сорок два с половиной градуса. От такой температуры приличные люди уже остывать начинают. Да, ну ладно, все, ладно. Ладно, Ваше, я не засыпался. Сегодня твой день. Ладно. А еще уши, главное, развесил. Волноваться и даже за него стал. За лекарством побежал. Ворюга! Ворюга! Давай, давайте, давайте. Бей, начальник, давай, бей. Кешу Бочкина, давай, тут, слушай. Только, знаешь, я тебя попрошу, Насте, про градусники не рассказывай. Ну, не из подлости я это сделал, просто как-то вдруг захотелось, чтобы она осталась, ну, поухаживала, как вчера за тобой. Я ведь все-таки тоже право имею, как-то не как отец. Чего? Нет. Все расскажу. Я вот Насте скажу, что ее отец не только ворюга, но еще и симулянт. Вот так. На! Хорошее средство от всего. Голову намажь, и волосы растут, и мозгов прибавляется. Ой, здрасте. Привет! Ты говори. Нет, ты говори. Ну, ладно. Привет. Привет. Какие планы на вечер? А какие есть предложения? Давай на пароходике покатаемся. Отличное предложение. Ну, так оно принято. Отличное предложение. Принято, принято. Мне только нужно домой позвонить, узнать как-то. Алло, пап. Да, Настюшка. Нет, чувствую себя хорошо. А, квартирант? Ой. Ты знаешь, Настя, у меня такое ощущение, что он живее всех живых. Что значит можно? Нужно, Настя. Врачи рекомендуют почаще находиться на свежем воздухе. Гуляй, гуляй, девочка моя. Домой можешь не спешить. Пока. Ну, все, хватит прикидываться-то уже. Меня второй раз на этой мякине не проведешь. Я не прикидываюсь. Живот больно. Больно. Вот это из тебя последние остатки совести выходят. Вася, реально больно, Вася. А должно быть стыдно. Ладно, пока ты тут малый театр изображаешь, пойду газетку, что ли, себе куплю. Слушай, ты только возвращайся побыстрее, потому что болит жутко. А куда мне спешить-то, Кеш? Я же на пенсии. Ой, побежал. Ой. 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 А когда в затяжном летишь над землей, чувствуешь, себя совершенно свободной. И кажется, что ты одна в этом огромном-огромном пространстве. И такое чувство в душе, будь то теперь у тебя в жизни все-все будет получаться. У меня тоже сейчас такое чувство. Да? Я впервые встретил девушку, с которой мне по-настоящему интересно. Живопись, парашюты. Просто мне все нравится. А ты что любишь? Мне проще сказать, что я не люблю. Угу. Не люблю скуку. Хотя и тусовки не очень люблю. Не люблю, когда люди постоянно жалуются на то, что в их жизни ничего не происходит, а сами для этого ничего не делают. Не люблю врать без повода. Ну и повода для этого стараюсь не искать. Да. В общем, со временем ты сама обо мне все поймешь. Ты что, действительно считаешь, что такие свидания имеют продолжение? Без всяких сомнений. Ну, редкостный нахал. Есть немного. А ты сама согласись. Интересно провести время с обаятельным нахалом. С нахалом нет. С тобой интересно. Это радует. Главное, чтобы теперь интерес не пропал. Ну, будем надеяться, что не пропадет. А если вдруг, то я сама тебе об этом скажу. Первое. Договорились. Танечка, здравствуй. Ну, Василий Павлович. Ну, Василий Павлович, а? Не ожидала я от тебя такого. Чего ты от меня не ожидала? Ты бросил тяжело больного человека, а сам устропал неизвестно куда. Какого тяжело больного человека? Какого? Жильца, что ли, имеешь в виду? Он здоровее нас всех. Вася, здоровых на скорых. Не увозят, а это увезли. Когда? Сейчас. В тяжелом состоянии. Не жилец твой, а жилец, Вася. Велик держи. Кому звонишь-то? Насте звоню. Правильно. Тебя еще не спросил. Телефон? Ой, ты мой? Да, пап. А я просто звонка не слышала. Угу. Что? Что? Папа! Папа! Ну, как он? Ну, чего, Наська? Если честно, плохо. Он бессознанный. Ну, а что у него? А я откуда знаю? Что? Горячая вещь, живот у него болит. Черт, это я во всем виновата. Что это здесь при чем? Ну, довела человека до инфаркта. Ну, инфаркт. Говорите, живот болит. Папа, при инфаркте живот тоже болит. Да? Как-то нехорошо получилось. Да ладно. Что ладно? Все-таки не чужой человек. В смысле? Он что, тебе уже успел что-то сказать? Сказать что? Что? Сама сейчас сказала не чужой. Ну, вообще-то он у нас живет. Ну, да? Живет. В принципе, можешь пойти. Возложить. Папа! Ну, все-таки, я договорился. Ты пойдешь? Вау. Я пошла. Это Береза. В семью внедрился. Все хорошо. Клиенту плохо. Кеннадий Николаевич, так вот это будет. Первоначальный этап операции завершен. Агент внедрен. Ну, считай, можем переходить к более решительным действиям. Ну, вот и переходи. А я в долгу не останусь. Присаживайся. Добрый день. Кстати, в чашке у тебя не просто кофе, а капельвак. Самый дорогой кофе в мире. О-о-о. Какой вкусно. Да дело не в том, что вкусно, а в том, что это статусный напиток. Тысяча долларов за фунт. А знаешь почему? Нет, Кеннадий Николаевич, не знаю. Ты пей, пей, я тебе расскажу. Есть такой зверек, лювак. Ну, типа обезьянки. И вот этот лювак жрет кофейные зерна. Только они у него не перевариваются, полежат немного в желудке и выходят. И вот эти уже вышедшие зерна сушат и делают самый дорогой кофе, который ты пьешь. Что-то рот-то получишь. Ты глотай. Настенька, прости. Прости. Он что, может умереть? Умереть может? Может. Плохо. Ну, не просто плохо, Настя. Гораздо хуже, чем ты думаешь. Почему? Почему? Потому. Отец-то твой. Пап, ты чего, тоже бредишь? Не бреджу я. Вот такая вот история. Понимаешь, обязан был тебе раньше об этом рассказать. Все тянул. Оттягивал, да оттягивался. Куда вот дальше тянуть теперь? Так что считай, что явка с повинной. Подожди, не понимаю, какая явка? Не перебивай сейчас отца. Не было у нас с мамой детей. Не было. Хотели взять ребенка из детского дома. Обязательно девочку. Пришли, посмотрели личные дела детей. Анастасия Тучкова. Судьба. Мне даже фамилию твою менять не надо было. Это совпадение? Нет. Он Бочкин, папа твой, специально так с фамилией устроил, чтобы именно я тебя усыновил. Ну, понятно, ну, удочерил. Очень ему вот хотелось, чтобы именно я это сделал. Сразу нельзя было сказать? А как сказать-то, Настя? Вот как? Ты меня-то пойми? Вот, мол, Настенька, твой папа. А я кто? А я, может быть, сказать, я тебя один вырастил. Мамы быстро не стало. Ну, что теперь, одному, что ли, оставаться? Или что мне? Пополам тебя делить будем? Дочка, прости. Прости, Настенька. Прости. Прости. О, очнулись? Очнулись. Вот хорошо. Олечка, это вам. Спасибо. Так, напомните, пожалуйста, это у нас кто? Так, это у нас стражников ПС. Удален аппендикс фермиформист. Состояние стабильное. Стабильное? Это хорошо. Знаете, Олечка, так хочется, чтобы в этой стране хоть что-то было стабильным. Что ж, пожалуй, все-таки алкозельцер. Виталий Петрович, а вы уверены, что пациенту после аппендицита показан алкозельцер? Пациенту нет. А мне не то, что показан, но и необходим. И даже, знаете, Олечка, двойную дозу. Поняла. Так, это у нас... Так, а это у нас Бочкин И.С. Вступил без сознания, с острой болью в животе. Ну, сейчас в сознании. Да. Прекрасно. А то, знаете, иногда новости послушаешь и складывается такое ощущение, что полстраны живет, не приходя в сознание. Что, больно? Больно. Вам тоже, да? И мне больно. А кому сейчас не больно? Всем больно. У кого-то живот болит. У кого-то душа. Какую-нибудь непривычную пищу в последнее время употребляли? Смотря что считать непривычной. Так, Бочкин и И.С. Хочу кое-что сразу прояснить. Здесь я философствую. А пациенты просто отвечают на вопросы. Ну, это, знаете ли, мне знакомо. Ну, вот и славненько. Кактусы, тараканов, змеи и прочую экзотятию. Ну, ели? Знаете, мне за свою жизнь пришлось столько всего разного съесть и выпить. А вот это вы зря. Надо знать, что пьешь, где, с кем и сколько. Олечка, сделайте пациенту клизмочку и можно выписывать. Как выписываете? Что, уже? Не уже, а только после очистительной клизмы. Настя! Дочка! Может, это неправда? Он мог ошибиться. Мог ошибиться, но не ошибся. Ты зачем врал? Да не врал я, Настя. Просто не сказал правду, да? Невелика разница. Настя, девочка моя, ну, поставьте себя на мое место, ну? А ты себя на мое! Ну вот, теперь я знаю всю твою правду. Только что мне теперь с ней делать, пап? Не меня ждете? Очень трудно, спасибо. Настя, знаешь, я хочу сказать... А что ты здесь такой бодрый, а? Ты сейчас там только подыхал! Да? Не дождешься, я еще на твоих похоронах плецать буду, понял? Опять подставил меня, да? Сволочь ты, Бочкин, больше ты никто! Да не подставлял, я меня действительно скрутило. Ну, кто же мог подумать, что от обычного запора могло такое случиться? А я всегда говорил, что в тебе вот этого слишком много. Ты вообще, по-моему, только из одного дерьма и состоишь. Да ты на себя посмотри, думаешь, тебе этого меньше, да? Не обольщайся. Не обольщайся, я из-за тебя дочку потерял. Это моя дочь, понял? Вот тебе. Это тебе вот, понял? Это ты кукишами своими у себя в ментовке будешь размахивать, понял? Не кипишуй, начальник. Ты хоть глазки-то разуй. Она даже похожа на меня. Посмотри на нее. Настя! На. Я не понял, а где завтрак? А мне нельзя, у меня желудок слабый. И что, я поэтому должен голодный, что ли, ходить? Ну, возьми сам и приготовь себе. А я не могу, у меня спина слабая. Симулянты! Температуру померил сегодня? А то смотри, не ровно сейчас. Трубопровод-то заткнет. Слышь, Вась, у меня хоть и душа родимая, но шкура дубленая, как у слона. И тебе с твоими ментовскими шутками никак через нее не прогрызться. Успокойся, Настя идет. Значит, все-таки есть завтрак-то. Грабли убери для дочери. Доброе утро, Настенька. Настенька, а как спалось? Ты куда? Иди, присядь. Вот молодца у нас. Хорошо. Иноген, Сергеич, ты, а? Хорошо. Давай, ты тоже бери тарелочку, присоединяйся. Ну, Настя, как у вас настроение? Нормальное настроение у нас. Давай, Кеша, организуй нам чайку. А то как-то неудобно в сухомятку-то. Ну, я надеюсь, у нас будет с вами возможность переговорить о вчерашнем. Будет возможность, конечно. Давай чашечку мне. Да вот у тебя чашечка. Настенька, ты чего не пробуешь? Попробуй, очень вкусно. Ну, Настя, вы... Господи, извините, я думаю, что я имею право, как отец, разговаривать со своей дочерью на «ты». Ну, вы не хотите со мной разговаривать? Не гони, Иннокентий, не гони. Видишь, она к тебе еще не привыкла, правда, Настя? Чего ты молчишь? Поговори с папой. Настя, Настя. Кто тебя за язык тянул? Ты даже не дал мне сказать слово. Это я теперь у нас кругом виноват, да? Конечно, а кто, я что ли? Ну, когда? Я же на чужие картины-то крал. Я 20 лет на зоне парился. Я родную дочь чужим людям на воспитание отдал. Между прочим, до тебя она у меня была говорящая. Вася, дорогой мой друг, если бы не я, у тебя бы ее вообще не было. Да если бы не ты. Стоять! Куда пошел? На работу пошел! Вот и иди на работу! Семье деньги нужны! Откроете дверь, Настя. Настя! Кеша! У нее, между прочим, через два дня день рождения. Я помню. Ну, так может, по поводу подарка сообразим? Вместе? Никаких вместе. Ты его лучше на кухне пойди приберись. Понял? Ага. Разрешите бегом, гражданин начальник. Лучше не бегом, лучше аккуратненько. А мне пора. Кто-то из мужчин у нас в семье должен работать. У нас в семье? У нас в семье тебя нет. А, это пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу получить информацию об одном человеке? Конечно, можете. Фамилия, имя, отчество? Бочкин Иннокентий Сергеевич. Пол? Мужской, конечно. Кто бы сомневался? Давно сбежал-то? Почему сбежал? Девушка, вы что думаете, я в людях не разбираюсь? Да у меня таких, как вы знаете, сколько перед глазами прошло. Да была бы моя воля. Да никто никуда не сбежал. Да, конечно, не сбежал. Год рождения. Примерно 60-й. И семья, небось, имеется. А его, значит, на молодых потянуло. Да не в этом дело. А в чем? Отец подлец? Почему подлец? Да так получается. Срок-то большой. Хотелось бы. Послушайте, а что вы так с выводами торопитесь? Я никуда не тороплюсь. У меня рабочий день длинный. И вам советую тоже не торопиться. Приходите за ответом послезавтра. Спасибо. Эй, девушка, подожди. Что? А может быть тебе в милицию обратиться? Они там таких отцов-бегунов быстро находят. Хорошо, я подумаю. Подождите. Да что еще? Ничего. Квитанцию вот возьми. Нервная какая. Я не знаю. Можно к тебе, Елизавета? Заходи, Вась. Как спина-то? Ты не садись сюда. Мягкий он. Сядь на стол лучше. Нормально у меня со спиной все. Сердце у меня. Как сердце? Боже мой. Я тебе сейчас валерьяночки накапаю. Не надо ничего, Лиза. Надо, надо. Потом ландыш заварю. Очень полезно от сердца. Не надо ничего заваривать. А еще, у меня одна клиентка говорила, что очень хорошо помогает теплая клизма. Ну, это ж ты сам. Лиз, ну, не в этом же дело, ну. А в чем? Ну, в общем, жилет мой. Иннокентий Сергеевич, как я тогда испугалась. Я захожу, а он лежит без сознания. Как он, полегчало ему? Ему да, мне нет. Да что стряслось-то, Вась? Настя со мной не разговаривает вообще. Как не разговаривает? Никак, молча. Ты можешь объяснить, а? Лиза, я пытаюсь тебе объяснить. Ладно, не обращай ее внимания. Уже ничем не поможешь. Конечно, не поможешь. У девочки может быть проблемы, а поделиться не с кем. А я всегда говорила, самая большая беда у Насти то, что у нее неполная семья. Уже полная. Как это? Бочкин твой. Отец Насти. Как это? Вот так это. А ты уверен? Уверен. О! А Настя, Настя знает? Знает. Вот. Вот поэтому девочка и замкнулась. Твою дивизию. Вот сразу надо было гнать этого Иннокентия. Я говорю, поганой метлой. Давай, Лиза, мне тоже накапай чего-нибудь, что ли? Валерьяночки, сколько капель, Вась? Да такой мне валерьянка твоя. Что я? Кот, что ли? Водки давай. А-а-а. Капель пятьсот. Хорошо, Васьенька. Настя. Настя. Настя, подожди. Настя, я виноват к этому. Зми. Настя. Идите вы к черту! Ну, слава богу, заговорила. Иннокентий Сергеевич. К Зине присмотритесь. Здравствуй, Алиса. Ты о чем? Ни о чем, а о ком. Зинаида Петровна, старший бухгалтер, прекрасная женщина. И тем более не замужем. И что? И что, выйдет на пенсию, будет дом сидеть борщем варить. Мне до твоей Зины с борщами лет десять, как и до пенсии. Ты бы лучше полезным, чем занялась. Без перспективняк. Что? Да ничего, вечер пропал. Короче, вы ей в отцы годитесь. Кому ей? Насте. А если же вы на нее запали, то вашими цветочками и шоколадочками будут не отделаться. Тут особый подход нужен. И какой же? Ну, у нее днюха скоро. И что у нее? День рождения. Так, и? Ну, возьмите, подарите ей там картину ее любимую. Это какую же? Ой, ты мой зайчик. Так, не отвлекайся, зайчиха. Какая картина у Насти любимая? У Насти-то? Да вон, боскарта подарите. А она от этого эскиза просто стащится. Ну, что, мне украсть его, что ли? А что, вы смырете, что ли? Никит, ты домой? Естественно. Давай я тебя подвезу. Ну, не хотелось бы тебя затруднять. Да ладно, все равно по пути. Садись. Сейчас мне за воротами прямо налево. Какая разница? Настя, а куда мы, собственно говоря, едем? Как куда? Домой. Кому? Ко мне. Что ж за бардак такой, а? Ну, что, трудно было посуду за собой помыть? Слышишь, подполковник? Ты че это? Масть меняешь, а? В блатны не метишь? Работать отказываешься? Че происходит? Ну, все, отстань. Накончаю, ну, не видишь, занято. Отстань, занято. Ну, че ты беспредельничаешь-то, ну? Ну, сказал, уберу, значит, я уберу, ну, когда мое дело. Что? Я уже начал убирать, видишь? Я блинчики подъел, я там подъел. Давай лучше докладывай. Разговаривал с Настей? Разговаривал. А, значит, перестали в молчанку играть. Ну, что она тебе сказала? Черт и послала. Ой, молодец, Наська. Ой, дутичка моя, сладкая моя. Вся в меня. Знаешь, почему она тебя послала? Да она и тебя послала бы. А вот хренушки-то угадал. Ты че так еще не понял? Она ведь не со мной. Она с тобой не разговаривает. Валил бы ты кишу отцу, да? Да, как бы хорошо было, я бы начал опять нормально общаться со своей дочкой. А вот здесь ты хренушки угадал. Это ты на какой счет? На счет своей доченьки. Слушай, а ты меня ведь задрал уже. Задрал. Настя приехал. Выходи из машины. Ты меня, конечно, извинилась, но мне кажется, не совсем удобно. Вот так вот, без приглашения. Настя. Выходи из машины. Я тебе потом все объясню. Поцелуй меня. Кто, я? Нет, блин, я. Нифига себе затяжной прыжок. Это все несколько неожиданно для меня. Улыбайся. Улыбайся. Я в домную минутку. Не, ну ты это видел? Вась, Вась. Чего, сейчас посмотрим, кто это такой. Постой, постой, постой. Чего? Ты, если мочить его будешь, лучше в гараже. Там и шум поменьше, и с улицы не видно. Тоже мне макрушник. Без тебя как-нибудь разберемся. Добрый вечер. Слышал? Ну, предположим, и что? Между прочим, она только со мной поздоровалась. Это ни о чем не говорит. В общем, Кеша, я пойду потолкую с этим хмырем. А потом и прошу вас до нашего гаражу. Вась. Ну, принесем. Ну-ка, стоять. И сейчас мне надо делать вид, что ты меня боишься. На эту вот публику работаешь. Так, Вась, погоди, а. Мистенька. Нас очень волнует, что ты отказываешься со мной разговаривать. Да нифига подобного. Меня волнует, с кем она целовалась только что. С женихом? Ну, как бы это вам попроще объяснить? Не надо нам ничего объяснять. Мы, знаешь, тоже сами были. Но мы после этого женились. Ну, я тоже замуж выхожу. Как? Значит, а что так внезапно-то? Это же просто есть некоторые обстоятельства. У вас все? Нет. А у меня да. Ну, что, Опер, упустил дочь? Да ладно, все еще обойдется. Уже обошлось. Наша дочь беременна. Ты что несешь-то? А ты что, знаешь какие-то другие обстоятельства, при которых надо внезапно выходить замуж? Ну, что ты, зараза, при чем тут я? Да потому. Лучше бы она молчала. Не возражаешь? Ты чего сегодня вечером делаешь? Я сегодня вечером занят. Понятно. Обиделся? Видишь ли, Настя, я просто не ожидал такого развития событий. И мне казалось, что я тебе не мог дать такого повода. Я больше не буду. Спасибо. Хотя, с другой стороны, мне было весьма приятно, что ты в отношении ко мне проявила столь яркие чувства. Значит, все-таки было приятно. Я уже сказал, что я сегодня вечером занят. Да ладно тебе, ну я же извинилась. Предлагаю тебе расслабиться в моей компании и поехать в ночной клуб «Ермолайн». Не думаю, что я смогу принять твое предложение. А за мой счет? Дело не в деньгах. Дело не в деньгах. Просто у меня сегодня день рождения, и я хотела отметить его в компании человека, который... День рождения у тебя завтра. Молодец, запомнил. Ну, отмечать я его буду сегодня с тобой. Настя. Что? Только, пожалуйста, не обижайся. Я прекрасно понимаю твое стремление привлечь свое внимание к моей персоне. Но пути, выбранные для достижения этой цели... Что? Я вынужден сказать это. Настя, прости, но ты не в моем вкусе. Так что, пожалуйста, давай останемся, друзья. Друзьями. Конечно, друзьями. И без всяких задних мыслей. Только передние. Я не это хотела сказать. В общем, я тебя сегодня в клубе жду. Настя. Что? Мы что там, только вдвоем будем? Ну, я не знаю, я могу позвать Алису. Или она тоже не в своем вкусе. Во сколько говоришь? В семь. И без опозданий. Пока. Прошу вас. В этом зале я познакомлю вас с картиной, которая вряд ли оставит вас равнодушными. Прошу. Эта картина считается одной из лучших работ художника. Посмотрите, какие здесь уверенные мазки. Как четко выстроенная диагональная композиция. Что характерно? Эту картину не то, чтобы никто никогда не крал. Даже и подделывать не пытался. А теперь перейдем к следующей картине того же автора. Здесь я вас ненадолго оставлю, чтобы дать возможность насладиться совершенством этого произведения. Прошу. Что надо? Ничего. Наслаждаясь совершенством. Кстати, ты говорил, тут Насте какая-то картина нравится. Какая? Вот эта. Вот эта картина? Какие-то плевок. Вот у нас в управлении картина висела. Чапаев переплывает. Река Урал в натуральную величину. Кто? Чапаев или Урал? Да, много ты понимаешь. Ну и сколько вот эта открытка стоит? Тебе зачем, Вась? Ну, мало ли. Может, вот дочке захочу подарить. Знаешь, если ты даже продашь всего себя на органы, все равно денег не хватит. Издеваешься, да? Понятно. Где он? Кто? Наш будущий зять. Очень хочу с ним переговорить. Или как там, по-вашему, перетереть? Слушай, Вась, вот нет у меня времени заняться с тобой хорошими манерами. Дуй-ка отсюда, я сам переговорю с Никитой. Не могу, Киш. Разговор важный, а я тебе не доверяю. А ты с ним будешь разговаривать как человек или как мент? Здесь тебе не ментовка. Здесь мне скандалы не нужны, я работаю здесь. По моему, между прочим, паспорту. Уважаемые господа, минуточку внимания. Вы сейчас переходите в соседний зал. Ваш гражданин-эскурсовод как раз освободился. Или как там это, по-вашему, откинулся? Наш сотрудник. Большой юморист. Не обращайте внимания. Вернемся в предыдущий зал. Прошу вас. Алиса, вот ты где. Ты почему не в зале? В каком зале? Ожидания! Тебя там 20 школьников из Вятских полян уже час ждут. Ну и ничего подождут. Стоит вообще в Москву переться ради какого-то музея. Сходили в дом в Крывичский. Так, все. Иди. Настя, ты чего? Ничего. Да там этот твой. Кто? Ну, Бочкин? Да при чем тут Бочкин? Экскурсия-то твоя? Ой, Настя, хватит орать. Я вообще, можно сказать, тебя прикрываю. А тут таскается за тобой по всему музею. Так, это его личное дело. Да, стопудово личное. Только мне он надоел. Скажите, пожалуйста, а что ваша Настенька больше всего любит? И что? Ну и что? Я ему посоветовала для тебя босхарта украсть. Ты что, с ума сошла? Настя, надо с этим что-то делать. Жалко же, старичка. Ты определись или отшеивай, или я не знаю. Так, все, проехали. По поводу моего дня рождения. Сегодня вечером в ночном клубе «Ермолай» я, ты и Никита. А Никита нам зачем? Мне? Точно не зачем. Да пошел ты! Никита, говоришь? Хорошо. Спасибо, подруга. О, стоять. Простите, а это вы мне? Тебе, тебе. В таком случае вы явно ошиблись. Да нет, это ты, Добрын Никитич, ошибся. Я Никита Добрын? Это суть и не меняет. Ну что, богатырь, натворил делов? Простите, а собственно каких делов? А вот за которые ты, недомерок, будешь нести полную ответственность. Я, в принципе, не отказываюсь. А за что? За сложившиеся обстоятельства. Понял? Понял. Но не совсем. Ты что? Ты отказываешься от чистосердечного? Мальчик, я ведь не таких колол. Ну что? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Глаза смотреть. Глаза. Признаемся? Ну, если вы так настаиваете, но... Никаких но. Вот что, Добрынич, с сегодняшнего дня все действия по отношению к моей дочери сообщаешь только мне. Обо всех свиданиях, встречах докладывать мне лично. Телефон. Восемь, девять, два, шесть, пять, пять, три, пятнадцать, пятьдесят два. Домашний... Лишнее. На связь не выходить. Я тебя сам найду. Простите, а вы, собственно, кто? Я? Тучков Василий Павлович. А, так вы, Настин, папа. Правильно. Папа. И вот тут сомнений быть никаких не может. Здравствуйте. Пася. Да не пугайся ты. Глупцы я приготовила. Хочешь попробовать? У тебя нет, не до Кулупцов сейчас. А что случилось? Случилось. Говори. Вась, не томи. Настя беременная. Почему? Лиз, ну ты меня удивляешь. Ты вроде умная женщина. Ну, раз как спросишь, ну. Ну, парень-то хоть приличный? Будем разбираться, насколько он приличный. Ну да, вы теперь на пару будете разбираться. Чего это на пару? Ну, и у вас отцов-то вроде как двое. Тоже развела здесь арифметику. Двое. Сам как-нибудь справлюсь. Да справился уж. А я всегда говорила, одного мужского воспитания девочки недостаточно. Вот была бы в доме женщина. Да откуда ей взяться, женщине-то? Ты бы лучше сказала, что делать. Как чего, рожать? Да как рожать? Она девчонка совсем. А отец-то что думает? Пошел он, знаешь куда, со всем, что он там думает. Раньше надо было думать. Как чувствовал, что добром не кончится. Да, Вась, он тут при чем? Гены чьи? Гены? А воспитание чье? Мое. Мое. И оно правильное. Правильное. Будешь голубцы? Лекарство осталось? Водки больше нет. Я тебе не про водку спрашиваю. Я тебя спрашиваю. Про валерьянку. Вась, пойдем. Что вы тут делаете? Ничего особенного. Так, что это у вас? Что вы наделали? Вы порвали босфорта? Да нет, успокойтесь. Босфорт на месте. Здорово. Так, ее до инфаркта можно довести. Это действительно оригинал? Ну, конечно. Я могу считать это комплиментом. Но вы же сами видите. Витрина целая, сигнализация молчит. Да, вижу, вижу. Надо признаться, вы изумительно рисуете. Спасибо. Ли немного испугался, и поэтому все испортил. Но ничего, я дорисую еще весь время. Ой, нет. У меня через полчаса сериал, а мне еще на охрану надо все поставить. Скажите, подожди, секундочку. А могу я, в виде исключения, сегодня сам поставить на охрану? Я умею. Но я вас очень прошу, мне действительно надо. Ну, хорошо, талантам надо помогать. Не задерживайтесь. Нет, 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 я быстренько. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Настя, по-моему, тебе пора остановиться. А ты за меня-то чего волнуешься? Да. Это не я, это твой отец волнуется. Хотелось бы верить. О, а давайте, знаете, за что выпьем? Поделись. Господа, давайте выпьем за отцов, которые бросают своих детей. Что? А, не пальца. Это из школьной программы. Все, ура! Давай! О, Ромчик, смотри, тут у нас какие клевые девчонки нарисовались. А у нас, между прочим, есть свой клевый мальчишка. Да. Искусствовед. О, вы простите нас, мы не заметили. Я извиняюсь, искусствовед, вы же не будете возражать, если мы тут слегка припаркуемся. Да, пожалуйста. По какому случаю гуляем? А у нас повод есть. Никакое наследство влямбаксов? Нет, у меня скоро день рождения наступит. Ну так это дело надо отметить. И вы каким горючим заправляете? И текилы. Без топлива. Девушка, а нам взять текилы, организуйте, пожалуйста. Извините, мне звонят. Алло. Добрынич, докладывай. Где? А, Настя? А ты знаешь, что ли сейчас время? Правильно. А где должна быть моя дочь в такое время? Молодец, соображаешь. В общем, так, я тебе даю ровно час. Что значит на что? На дорогу. Срочно вези Настю домой. И не заставляй меня звонить еще раз. Все, отбой. Ура! Настя, по-моему, нам пора уходить. Что значит нам? День рождения вообще-то еще не наступил. Не, ну искусствовед прав. Ну что мы здесь торчим? Оразия долбала. Да, у Ромчика тут хата рядом. Пойдем посидим как люди. Музон хороший послушаем, да? Ого, да, гулять, да, гулять. Пойдемте. Ой. Давай, давай. Постойте. Давайте выпьем. Ну тогда с днем рождения, что? Днем рождения. С днем рождения, давай. Днем рождения. Мог бы и постучаться, не тюрьма все-таки. А я у себя дома. Ты что там прячешь? Что надо, то я прячу. Настя где? Я знаю, где Настя. Ты молодец. И времени, наверное, знаешь сколько сейчас? Знаю. Отлично. И где в это время должна быть моя дочь? Слушай, не надо меня учить. К твоему сведению у меня все под контролем. И Настя находится под постоянным наблюдением. Где? Женская консультация? Слушаю. Что? В каком она состоянии? Да ты сам твою дивизию. Что она тебе сказала-то? Да я с ней не разговариваю. Как? А с кем ты разговаривал? С Никитой. Ну что тебе Никит сказал? Никита вообще с трудом разговаривает. Эй! 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 Ты козел! Вон, 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 вон! Слушай, брат, не подберешься до центра, а? Сколько? За скорость по ночному тарифу. Ты что, олигарх, откуда деньги? Спокойно, я на подарок копил, а купить не стоит. Ну, тогда не вопрос, садитесь, прокачиваешь ветерком. Садитесь. Эй! Богатырь! Настя где? Василий Павлович должен вам сказать, что поведение вашей дочери Настя где? Настя! Не надейте, Сергеич, какая удивительная встреча. Настя где? А, Настя там. На танцполе. Отпусти-ка девочку! Ой, папа! Ты что, мужик? Мужик, ты что, охренел? Закрой рот и свалила отсюда! А! Иди сюда! О, я увидел! Ай-а-а! Ай-а-а! Ай-а-а-а-а! Ай-а-а-а-а! Ай-а-а! Ай-а-а-а-а-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Знаешь, Тучков, о чем я постоянно думаю? Вот как ты мог сомневаться в том, что она моя дочь? А ты только посмотри на нее. Да, вчера насмотрелся. Доброе утро. Ну что, оптимистично? Что? Тяжело? На рассольчику попей. Ну что ты со своим рассольчиком? Да, я спиренчик тебе приготовил. Это лучше. Спасибо. Я так понимаю, это только начало? Да нет. Для тебя это конец. Что ты заладил? Это надо же так додуматься. Напиться в твоем состоянии. В каком таком состоянии? Так, ты прекрасно знаешь, о чем я сейчас говорю. Ой, пап, вот только я прошу тебя, не надо смотреть на меня таким проницательным взглядом. Он на меня с похмелья ну вообще не действует. Настя, мы знаем, что ты беременна. О, как? А почему я не знаю? Анастасия, не отпирайся. Хорошо, хорошо, хорошо. Я беременна. А кто отец? Ну, в смысле, ребенка. Так, Никита, конечно. Кто же еще? Это он вам сказал? Нет, он. Что он? Что он? Что я говорил-то? Я сделал предположение, он. А что, разве это не Никита? Нет. Тогда что же он-то? Ладно, о нем потом. Настя, признавайся, кто он? Никто. Ну, как никто? Ну, ты что? Да вот так. Я не беременна. Ну, а что ты тогда у тебя с ним был? Да ничего у меня с ним не было. Ну, простите вы меня, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, простите меня. Не волнуйся, Настя. Это, конечно. Ну, ладно, Настя, ну перестань на что-то не реви. Да. Да все нормально. Слава Богу. Слава Богу. Ну, ладно, я тогда пошел. Да, пошел ты. Здрасте, у меня там, вон, крыльцо скрипит. Так я тебе помогу. Да не надо мне! Почему? Стоять! Я хочу знать правду. Настя, так мы вроде все выяснили уже. Не все. Это кто? Бочкин Иннокентий Сергеевич, твой отец. И где же вы, отец Иннокентий, двадцать лет были? А, ты правду хочешь знать? Пожалуйста. Я был... В Мексике! В какой Мексике? Ты что, с ума сошел? Перестань, Иннокентий. Чего ж теперь скрывать-то? Теперь уже про это можно. Да? Может тогда сам и расскажешь? Я ничего не понимаю. В какой Мексике? В Мексиканской, Настя. Короче, мы с твоим отцом учились в одной академии. Да. И вот по окончании я пошел работать в органы, а вот его, как специалиста, оставили в академии. А в девяносто первом году, по решению правительства, вот группа сотрудников была послана в мексиканские штаты для выполнения секретного задания. Вот среди этих людей был твой отец. Двадцать лет? Нет. Ну, задание было рассчитано там лет на пять, но произошло непредвиденное. Может хватит, а? Нет, не хватит. Уж если рассказывать, так надо рассказывать все. Так что случилось-то? Ну, в общем, Настя, при переходе через джунгли отряд попал в засаду. Вот твоему отцу просто чудом единственному удалось сбежать. Он долго прятался в местной деревне, потом подхватил какую-то страшную заразу. Какую заразу? Обыкновенная малярия. В очень тяжелой форме. Признаваться, Кеша, значит признаваться. Таким образом он был как бы для всех потерян, а вот теперь вдруг неожиданно вернулся. Слушай, Вася, Вася, хватит, знаешь, это уже просто... Это не просто. Очень не просто, Кеша, принимать подобные решения. Думаешь, мне было легко это сделать? Ну, я решил, что я должен это сделать ради друга. Взять на себя заботу о его ребенке, и поэтому в нашей семье появилась ты, Настя. Таким образом у тебя два отца. А кто моя настоящая мама? Так, мама. Мама – это отдельный длинный разговор. Настя, я что-то не понимаю. Ты что, ты не веришь нам? Да я, я верю вам. Просто как-то вот, ну как-то все неожиданно. Ой, и вообще я хочу побыть одна. Ну, понятно, понятно, конечно, да извиняешься. Слушайте, что бы все о грустном и огромном, у Настя между прочим день рождения сегодня. Молодец, Кеша, действительно, Настюха, может начнем потихонечку праздновать, а? Да. Эй, давай, обед на дворе. Да я б с удовольствием. У меня просто это, в городе дело одно. Я сейчас быстро смотаюсь и вернусь. А вы пока столом займитесь. В легкую, в легкую. Ну все, я пойду. Давай. Попробую вернуть себе человеческий облик. Слышь ты, ацтек гребаный. Какая нахрен ментовская академия, а? Какая Мексика? А че ты? Она вроде поверила. Ага, она поверила. А как мы правду ей скажем? Вот, вот, вот. Подождем. Не хочу я ждать. А придется. Ты хочешь, чтобы она еще раз забеременела? Здрасте. Здравствуйте. Я запрос сделала. Помню, помню вас, женщина, насчет отца. Угу. Бочкина Иннокентия Сергеевича. Не повезло вам с отцом-то. Послушайте, давайте я сама это решать буду. А что решать-то? Он в Москве числится только до девяностого года. Хорошо, а потом? А эти сведения нам давать не положено. За такую-то зарплату. Хорошо. Может быть, это вам поможет? Мне это, может быть, поможет. А вот вам навряд ли бандит ваш папаша. В каком смысле? В таком. Бочкин Иннокентий Сергеевич, шестидесятого года рождения, с девяностого года находится в местах лишения свободы. Это точно он? Других таких в Москве нет. Да и что вы удивляетесь? Я ж говорила, подлец! Да все они одинаковые! Ни одно у них, так другое! Так, давай, давайте. Салат. Салат? Да. Куда? Вот сюда. Сюда? Да. И вот и вот сюда. Эти? Да. Господи сюда. Сюда? Сейчас, давай! Ищем, давай! Ищем! Субтитры сделал DimaTorzok Все вернут Нифига себе Субтитры сделал DimaTorzok Где-где, иди, ищи на кухню Ты не принес его? Не нашел я его Конечно, ты же не нашел Отвилки, отвлечи Ой, Настенька Привет Привет У нас все готово Я рада Что случилось? Нет Точно? Точно Хорошо Пап Чего? Иди сюда Чего случилось? Иди сюда Мне надо кое-что тебе показать Вот, полюбуйся Что это? Эскиз Амброзиуса Босхарта Начало 17 века Экспонат Государственного музея Изобразительных искусств В котором работаю я А теперь мой новый папа В прошлом Малярийный спецагент В настоящем Вор-рецидивист Точно он мне эту картинку В музее показывал Еще говорил Она бешеных денег стоит Значит, он ее украл Не украл А нарисовал Конечно, нарисовал Это так На вашем собачьем языке называется Человеческий Это называется спер Это кто же человек? Мухнет или У тебя же мозги в клетку Тебе посадить Человеку удовольствие Хватит Все, я так больше не могу Вы что творите-то, отцы? Один мне Сюжеты мексиканских сериалов Пересказывает Второй Ворует картины Из моего же музея Я еще раз повторяю Я не крал картину А ты сейчас кого пытаешься обмануть? Ты думал, что я Специалист по Босхарту Не смогу отличить копию От оригинала? Господи, зачем мне все это надо, а? Настя, успокойся Я прошу, не трогай ее Слушай, чего тебе от нас надо, а? Ты же каторжник Меня заставил Родной дочери врать С меня хватит, Кеша Собирайся Я иду тебя сдавать Чтоб ты еще лет на двадцать На спокое оставил Ворюга Я не вор Я художник Ты что творишь-то, гад? Пап Подожди Вот Это невероятно Ты вообще удивизил Ну и что? А как же ваш этот? Босхард Нужен Босхард? Пожалуйста Невероятно Но факт С днем рождения, Настя С днем рождения, Настя Босхард Субтитры создавал DimaTorzok